запускаемся всем привет дорогие друзья с вами сэпиент и временами закадровый голос или как минимум загадровый взгляд так и сегодня продолжаем покорение каких-нибудь там бескрайних просторов чего-нибудь и все дела так там все идет отлично но тогда можешь сюда вот эту соль вставить а здесь соответственно стрим запаузить потому что у меня их не нужен в двух экземплярах так это полчаса тут момент буквально а этот самый ты настроила а ну и собственно думаю этого и хватит я понимаю что у меня идет соответственно еще и все остальное но пока там кто-то из этих остальных что-нибудь напишет да и то не факт так что пофиг мы потом до настроим а зачем зачем ну смысл все идет все нормально все хорошо зачем еще что-то изобретать так ну так уже не сезон так так на чем мы остановились в прошлый раз о том что привезли дофига науки и и все так или дофига науки и все и кажется нам нужно развивать авиацию кажется нужно развивать авиацию для того чтобы задешево делать спасательные миссии с орбиты так ну тогда мне понадобится какой-нибудь гибридный движок который у меня на самом деле нету так надо что-то подумать что на этом по контрактам все происходит да вот полностью с тобой согласен джин а так сайс дата from space around керден но для этого я так подозреваю нужно будет запулить какой-нибудь малюсенький спутничек который просто будет там крутится я буду брать контракты и буду на него переключаться отправлять сайс дату так крыльдил маунт парашют но это как-то дешево опять же для кучи тестов всяко разных самолетик подойдет гораздо лучше чем вот ему привет от нас да 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 так ты давай вот это мне вот не заряжаться нашел в ту сторону но вот сюда что мне было просто удобнее чтобы меньше нужно было глаза переводить а ах но если будешь то дать тогда ставь как тебе удобно текс рэскю руби кермана 48000 дам это все конечно же довольно таки копеечные вот этого кинза 48 имеет смысл с учетом этого тут и все мы почти 60 получаются так так пуделя тут тоже сплэшит даун от кербин тоже в воде зачем в воде движки тестить непонятно так смол джер бэй это понятно это большая цепочка квестов так ух ты ж ёжик всем привет рока макс штиппер ликвид энджин арбитинг тербин 165 штук м хочу но реально 90 103 километра и 165 штук так брэнди каплер а вот escape траекторию пока не собираюсь но тут и собственно цена копеечная так это что такое флэйтовый кербин ты что такое с 1 срб кд 25к что за хрень так высота 9000 9 10000 скую а ну нормально до 350 это вполне это если только эта штука подходит для первой ступени так и стэк декаплер арбитинг тербин так стэк декаплер арбитинг тербин но тоже в принципе за 70 тысяч можно сделать так так ды похоже самолетики все-таки откладываются потому что я вижу пачку миссий которые можно выполнить одним полетом протестить декаплер протестить двигатель и забрать термо нас орбиты такс и заодно в том числе и сайнс дату отправить ну так до кучи вот такс осталось выяснить что это за хрень такая так тр 2 в стэк декаплер и с 1 что-то там бла 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 так вы что такое ваще так где это может быть так тр 2 в стэк декаплер ну это малюсенький совсем это малюсенький можно присобачить где-нибудь сбоку и просто отстрелить вообще без проблем так с одним разобрались 2 у нас что а вот он вот он с 1 срб кд 25к бла 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 это похоже твердо топливник скорее всего уху спф 230 тяга в 650 но у на нем в принципе можно взлететь чё вполне у канающая штукенция как бы между прочим так ну что ж декаплером понятно с этой штукой тоже понятно то есть можно набирать контракта Так, ну со шкепером Единственный момент, у меня под него Топливных баков, походу, нет У меня под него нету топливных баков Так, и мне его нужно будет включить на орбите, да? А, ну я могу его просто взять с собой Не, ну хотя, куда я его делаю, если не включать Мне же нужно будет потом возвращаться на нем как-то Так, сейчас, дайте подумать, дайте подумать А я на чем-то лечу туда Забираю там кербонавта И потом на чем-то спускаюсь Спуститься на шкипере Или баг для него заодно поисследовать Ну так, да, куча В конце концов, у меня есть Эти самые Есть еще наука для того, чтобы взять все необходимое В общем, да, duration длительный, поэтому забираем Раз Так Вот эту вот штуку Она для стартовой ступени Насколько я понимаю Вполне пригодится Или для второй из них Или я могу ее запустить Ну да, для второй ступени Вполне Диапазон как раз какой и нужно Так, берем Дальше Стэк Декаплер Арбитинг Кербин Легко Берем Тут тоже длительность в год Да-да-да, всем привет А ты у меня зачем? Ты за всеми здороваешься Молодец Когда вопросы ко мне будут Тогда я буду как-то переключаться А пока что я Хоть я тоже слышу твое приветствия Ага Может твое Я думаю, твое они слышали больше раз, чем твое Поэтому твое должно быть приятнее Так Escape trajectory нет Парашюты нет Это пока нет Так Small Jerby Infly over Kerbin Нет Это только Столько с самолетами Потому что Высота большая Скорость не какущая Так Пуделя Из-под воды Тоже пока не буду тестить Так Basic Jet Engine Нет Так Rescue Ruby Kerman Берем Так Radial Decoupler Так 12-21 Ну тут господи Наверное Это копеечная Ну его нафиг Не хочу Это 70 Я еще не помню Что из них там Про что Не-не-не Эти не хочу Это все не хочу А И вот Ух ты Прикольно Duration 5 лет Через 5 лет Точно какую-нибудь Дату тебя затрансмичу Не вопрос Так Все Значит Итого Мне необходимо Протестить Шкипера На 100 Километровой Орбите Да вот Пока Видимо Первый Полет Будет Опять-таки Всего лишь На орбиту С тестами И забором Кербонавта Тут Как видишь Контрактов Довольно много И довольно вкусных Собственно Соблазнил Меня Вот этот Вот Контракт Протестить Шкипера На орбите С С наградой Ну то есть С суммарным бонусом В 200 штук Поди хреново Вот Поэтому Исходя из этого И будем действовать Такс Ну что ж Поехали Что-нибудь собирать Давайте еще заглянем В спейс-центр Мне бы понять На какой там орбите У меня Кербонавт-то висит Опять Собирать Весь стрим А подходить За фрейлить Пиловать И отложить Мне определенное будущее Так Рубикер 110 километров В смысле Чего Куда Вы о чем Вы же Кербонавт-то Нормально Вы про Полет на Еву Или про что Наверное Про Еву Может быть Но эта штука Улетает в никуда МК-5 Так Ладно 110 Километровая орбита Это вполне понятно Так Значит Ну так Как обычно У меня будет Получается Вот так К нему Вот так Сверху Парашют Парашют Ага Так Сюда же Аккумулятор И Мехджип Так Ну и Че еще А че еще Мне нужно Тут забирать Собственно Больше ничего И не нужно Можно конечно Попытаться Присобачить Сюда Не ну хотя Тону Нафиг Нет Сейчас пока Крылья не хочу Сюда собачить Кажется Будет много Возник Так Вот этот Декаплер Нужно будет Как-то куда-то Присобачить И на какой-то Высоте О Давайте мы По-другому Сделаем Давайте мы Сюда Сделаем Радиальный Парашют Может быть Даже парочку Сюда Одного Хватит Вот А сюда Присобачу Тот самый Декаплер Который Мне нужно Будет Протестить На какой-то Там Высоте Так Так Вот Кажется Я надеюсь Что он Ну да По идее Он должен Будет Туда Отстрелить Что-то Так Значит Эта штука Будет у меня Приземляться Ну как-то Навок В ней Выйдет Кербонавт И больше Мне в ней Ничего не нужно А мне еще Нужна антенна Для того Чтобы Отправить Данные Так Антенка Так Науку Я уже Оттуда В принципе Всю Наверное Собирал С орбиты Какую Мог Собрать Поэтому Больше Брать С собой Науки Мне кажется Смысла Нету Так Тогда Сюда У меня Идет Декаблер Под него У меня Встает Собственно Говоря Так Да Пожалуй Бачок Большого Радиуса Нужно Будет Какой Нибудь Цапнуть Потому Что Мне Нужно На Орбите Тестить Штипера Как Я Я Могу Протестить На Орбите О Не знаю Не знаю Не знаю Не знаю то есть то есть то есть что то есть у меня получается что я сначала то есть 100 где купить декабрер а потом шкипера чем шкипера мне можно протестить чисто так так что мне туда мешает сделать вот таким вот образом нет вот таким вот образом да что поставить шкипера его глядя же крылья сейчас его лекарствия просто так и лекарствии как и лекарствии и и и и и и тащить барабан на орбиту и 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 А никому не нужен бачок, чтобы подвести двигатель, бак не нужен, в принципе. Да. Ну вот как-то так. Будет полезной нагрузкой. Ну или бесполезной, это уж как получится. Да. Так, теперь... Нет, парашюта нужно ставить не сюда, парашюта нужно ставить куда-нибудь, куда-нибудь, куда-нибудь. Куда-нибудь, куда-нибудь, куда-нибудь. Куда-нибудь сбоку, вот так вот, что ли, например. Вот, потому что сюда мне нужно будет повесить RCS-ные сопла. Бум. Четыре штуки. Тыньк. Вот. Вовчик, улыбайся, тебе дам. Дальше, через ДиКаплер мы цепляем АСАС-модуль и ОПСЕС-фьюэлтанк. Эйвот. А, Сынк, напоминаешь, что ты на прошлом стриме обещал самолеты? Я и сам собирался в самолеты, но тут оказалось, что очень вкусный контракт на 200 штук на тестирование штипера на орбите. Я, разумеется, не смог отказаться. Ну, я надеюсь, что с этим сегодня удастся разорваться достаточно быстро и до самолетов такие руки дойдут тоже. Так. Все, у тебя руки хватит. Да вообще. Так, эта штука весит 5 тонн. Мне 5 тонн нужно затянуть на орбиту. Чтобы затянуть 5 тонн на орбиту, мне нужно что? Мне нужен топливный бак. С двигателем. Так, Вовчику спишет, что ратчат у тебя не обновляется. О-о-о, а вот это серьезное. Так, а почему он не обновляется? А, вообще точно. А, ратчат обновлял сегодня. А что? Фуджи положил обе. Че теперь делать дальше? Новый аттракцион. Голосовое управление руками Сэпиэнда. О-о-о-о, может я пойду? Как ты пойдешь? Я на тебя руки положил. Блин. Нажать Ctrl-Shift-V. Где? Там нет и кнопочек. Потом сжимать. А в каком направлении сжимать? С какой силой сжимать? Вдруг я их на голову положил. Тебе это не поверит, что я на голову положил. Блин. Ну вот. Так, ладно. Че тут у меня фигня некоторая. Так. Так. Так, значит это у меня... Парам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Так. Это у меня что вообще тут? А, вот это да. Этот сам по себе потом. Так. После него, соответственно, вот этот вот. А этот уже в конце. Как-то так. Так. Значит, нет. 0,52 это, конечно, мало. Давайте тут движок. Топливный бак поменьше. Какой-нибудь может быть вот такой вот. Ну это, наверное, совсем маханький. Так вот, может быть, может, будет хорошо. Во! Тысяча дельтовое. Вполне хватит на все про все. 0,67, конечно, не очень, но нормально. Все идет. Где-то, кстати, центр массы у меня там интересный. Угу. Ага. Ну, что делать? Эту штуку, в принципе, я надеюсь, быстро отстрелить. И там не слишком-то мы сильно маневрировать до того, как. Вовчику все настаивает, Сапи. Ну, нажми-ка, трэл-шифт-с-а-б. А хлопот там одну фишку добавит. В ратчате? Господи, ну давай. Контрол-шифт-б. А. Ну да, прикольная фишка. То есть, если у меня вдруг что-то сломалось, я такой... Так. Так. Так, ладно. Допустим. То есть, для верхней ступеньки вполне норм. Дальше. Дальше ступенька средняя. Ступенька средняя, которую, допустим, может быть, можно сделать вот такой. Ух ты ж, блин. Спецзаказ ТЗТ. Угу. Угу. Ух ты ж, нихрена ж себе, сигарета. Блин. Два сорок три, две семьсот. Хм. Так, что тут опять почему-то... О, да, что-то тут совсем не то опять. Двигатель этот, а Декаплер почему-то этот. Иди сюда. И вы в сумму идите сюда. Так, этот у меня, допустим, в самом начале... Что за нафиг? Так, ты в самом начале. Так. После этого вот этот вот Декаплер с вот этим двигателем. Вот так. Потом вот этот... Здорово! Так, 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 вот. Вот, 226 и 2400 Дельта В. Пурум, 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 пум, пум. Если я тебя включу на 10 тысячах... Где там мне его нужно протестить? Да, на 9 тысячах хотя бы. Так, с 9 тысяч ты меня за 2400, наверное, не дотянешь. Хотя, фиг знает, то надо попробовать. Может, и дотянешь. На самом-то деле. Может, и дотянешь. Ну что ж, тогда, значит, к нему мы, допустим, посредством радиальных Декаплеров, самых недорогих, цепляем. Допустим, штуки 4. Пурум, 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 допустим. Вот таких вот хреновинок. Эть. Так, и, соответственно, мы начнем в отдельную ступень строго. Эть. Что мы получаем? Так, а я эти самые Декаплеры... Тащим вот сюда. Мне Часик сказал это сделать. Что он мне сказал сделать? Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ну вырази кухон на стриме, голосовое управление стриммерами! Ха-ха-ха-ха-ха! Да я вам леща не дам, с тобой надо! А с тобой я и поздороваюсь! А у меня сегодня право здороваться со всеми! Так, ладно. 211 норм, но 1300 маловато. Что мы по этому поводу можем сделать Да, мне жарко Надо что-нибудь приоткрыть телегонца А тебя, может быть, даже отодвинуть, чтобы тебе не дуло Что мы по этому поводу можем сделать Так, в сумме 5000, да? Ну хотя, блин, мне нужно-то 4,5 по большому счёту для взлёта А у меня 5, так что может и всё, может и хватит Так, это у нас будет МК-6, очевидно, да? Или принимаю предложение на тему наименований этой хрени А, и ещё в пятницу мультик для факта обещают выпустить Фуджитив, обещает Мультик для чего? Для факта Фактория, видимо А, мультик для фактории? Ух ты, прикольно Хотя, не факт, что факты это фактория Фуджитив, куда уж раздевать-то? Эээ, тихо ты, не пали контору Не пали, не пали Так, это есть, это есть, это есть Что там ещё нужно протестить-то? Так, это мы протестим Снимай скальфу Это мы протестим Кербанавта спасём Декаплер протестим Так, и какие-нибудь трансмит... Снова какую-нибудь дату Затрансмитим антенкой Антенна есть, аккумулятор есть Солнечных батареек не хватат Немножко Так, давайте, может, солнечную батарейку Откроем и возьмём заодно, а? Ну так, чтоб чисто было что-нибудь А то, давайте, реально А то у меня наука не потраченная совсем Тинкс О, нет, не сюда Тихо, вот этого не надо Так, солнечные батарейки Солнечные батарейки Здесь Это мы исследуем Так, тут у нас Прессмот барометр Так Доймобилити энхансер Это что такое? А, это лесенки, господи Там лесенки и барометр Так Здесь у меня куча всяких Мощных солнечных панелек За 150 науки уже За 160 даже Так, это всякая мелочь Это всякая другая мелочь Ну, в общем, мне любая панелька Вполне сгодится Брать ли с собой термометр Наверное Может быть, даже, наверное, и не надо Да, наверное, термометр брать не буду Вполне Солнечной панельки хватит Так, они у нас Они у нас Вот они Так Так Ну и налепить их Я не знаю Там Пару штучек Хотя бы, что ли Лучше бы, конечно Да, можно даже Три штучки налепить Отсюда вот Начиная И тогда Как бы я не повернулся Хоть надо будет заряжаться И все будет хорошо Так Ну и Вроде бы И все Собственно-то говоря Кажется, тогда Вот Так, все Эта хрень стоит Всего лишь Навсего 19 тысяч Норм Если с ее помощью Мне удаться Заработать 200 То, значит Мое КПД Офигенно Так, все Сейвимся И пробуем Так, я кермана Высадил же, правда? Нет Он опять Сам внутрь запрыгнул Ушел вон Вот так вот Сейв ланч Пурум Так 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 Автопилота у меня пока еще нет Насколько я помню Ну и ладно бы Так РС есть А больше мне ничего не нужно Поехали Ой, надо было их, наверное, немножко стянуть Ну, с другой стороны А зачем? Да еще вопрос Нужен ли мне здесь был РСС на самом деле Может быть и нет А, ну вот я его включил И он им не пользуется Значит, он есть Ну, хотя нет Он мне еще пригодится Для орбитальных маневров Так или иначе Так Теперь мне осталось понять Сработает ли вот это вот условие Вот это вот Да Ну, по идее, наверное, да А, или нет Похоже, что нет Не дотянут Да, реально не дотянут До 9 Скорее всего Нет Так, тогда мне нужно, видимо, две ступени таких Ускорителей Или сюда Те же вот эти длинные повесить, может быть Ага Не дотягивают Ни в какую Ладно Сделаем чуть иначе Так Сделать еще одну ступень из них же Но чуть выше Как вариант Как вариант Может быть даже их три повесить, а не четыре Давайте три повесим, реально Может и хватит То есть, скорее всего, хватит Так Только Шесть нет, шесть много А мне тогда вырастет, собственно Говоря, ТВР А он мне не нужен Мне Дель ТВ нужно побольше Дель ТВ так не вырастет Так вот, например, да Тогда, значит, сначала включаются вот эти четыре Почему-то три Где четвертый Вот он, четвертый, да Кстати, четыре сначала включаются Так Потом срабатывают эти декаплеры Тоже почему-то три Ищи теперь четвертый Разведи их по разу Вот как раз и пытаюсь развести А, в смысле, там сделать и развести Да, ну, я фактически так и делаю Так Ты где? Ты там Раз Ты у меня Тоже здесь Два Ты у меня Вот он ты Не на месте Так вот сюда пошел Значит, дальше отстреливаются эти И включаются вот эти три Поэтому у вас вот сюда вот Есть После того, как вы сработали Вот эти три И большая колбаса Правильно все? Да, все правильно Потом Вот этот, соответственно Это будет уже там дальше Так Тут 1,52 Там 1,82 Пурум Пурум Так Маловато немножко 1,52 Это к самому малости Хотя, с другой стороны До 10 тысяч Мне, может быть, хватит В любом случае Где-то на 500 Моя дельтова выросла Так что, я думаю, норм А, ну, единственное Может быть Давайте их все-таки С тяжечками немножечко Чисто, чтобы не колбасились Мне кажется, так будет Ну, не хуже точно Тыник Это сюда И точно так же Это сюда Ну, вот, как-то так Поехали Так Угу Ну, такой Полетаешь Такой За чуваком На орбите Такой Эээ, привет, чувак Как ты тут? Ну, такой Хорошо Ну, ладно Я полетел Так Больших, больших ракет Богу, больших ракет Поползли Поползли Может, может, может То есть, я тебе Да А потом могу сделать Вот так вот Чтобы сначала он Включился А потом я тебе Отстрелил Ну, мало ли они Там где-то По высоте не сойдутся Или еще что-то Так Воу 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 Что-то пошло не так Так, что-то пошло глобально не так Эти были на старте Эти отстрелились И включились Странно Ладно, давайте вас Чуть-чуть разнесем Чтобы вы были С некоторым Временным лагом Чтобы сначала эти Отлетели А потом эти Включились А то что-то Какая-то Хрень получилась Да-да-да Что-то немножечко Пошло не так Самую малость Так, это мы сделаем Вот так вот Наверное, будет лучше Да Ну да Вроде все правильно Нет, стоп А, ну да Да, все правильно Так, опять джеб залез, да? А, нет Не залез Хорошо А, длинная Прогорела От трех боковых Думаешь? Хм Сейчас проверим, конечно Если это действительно так Тогда нужно будет Как-то по-другому делать Так, тогда их нужно будет Делать как-то по-другому Либо навешивать Друг на дружку Либо просто Делать их На каких-то Выносных рамах Тоже вариант Бочонок на носу Конечно, такой барабанщик Шедеврален Тим-тим-тим-тим-тим-тим-тим-тим-тим-тим-тим-тим-тим-тим-тим-тим-тим-тим-тим-тим-тим-тим-тим-тим-тим-тим-тим-тим-тим-тим-тим-тим-тим-тим-тим-тим-тим-тим-тим-тим-тим-тим-тим-тим-тим-тим-тим-тим-тим-тим-тим-тим-тим-тим-тим-тим-тим-тим-тим-тим-тим-тим-тим-тим-тим-тим-тим-тим-тим-тим-тим-тим-тим-тим Она взрывается от этого. Так. Что мы тогда можем с этим сделать? Вопрос на засыпку. Ну, видимо, мы можем с этим сделать примерно следующее. Где они тут у меня? О! Мы можем сделать с ними вот это. Ну, как вариант. Так, надеюсь, ничего не сгорит, и всё будет хорошо. Дэзмон предлагает немножко позитивно что-то не тут будет. Ну, там если музыки нет, то могу. Ну, видимо, музыка. Ладно, сейчас попробуем немножко позитива на стрим. Так. 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 Мелкий такой гордый. Хе-хе-хе-хе-хе. Порадовал. Дэзмон порадовал. Да. Так. Поехали. Надеюсь, так всё будет хорошо. Хорошо. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Ну, ладно. Так, а у меня... А, ну, хотя сейчас уже пофиг. Даже если они в одной ступени, ничего страшного. Потому что, потому что Такие клубы дыма Такие прикольные От твердотопливников Так, следим, следим, следим Во, сейчас все норм Сейчас все хорошо Даже, ну, почти Не качнулось никуда Все хорошо Так, следим, значит Скорость скоро будет, высота, надеюсь, тоже Так, скорость есть Высота 9, ну, долетит Этот до 9 долетит точно Это там достаточно узенький диапазон Но, собственно, у меня как раз следующая ступень и рассчитана Это самый узенький диапазон Так, можно даже немножечко наклониться Надеюсь, с устойчивостью у моей хрени все нормально Или зря я на это надеюсь Вот, теперь должно быть получше Так Странно, что нижние баки не сгорают Ну, видишь, я отнес на некоторое расстояние их Поэтому и не сгорают Так, теперь вопрос Хватит ли мне этой сигары Для того, чтобы подняться куда мне нужно Потому что самая мелкая орбита Это 75 тысяч 75 километров Которая мне нужна Да Ну, конечно, с жесткостью по этой колбасе все не очень здорово Ее прилично подколбашивает Колбасу подколбашивает? Да, колбасу подколбашивает Очень странно Так, а мне нужно от Мехджеба орбит инфо Вот так вот, срочно Так, да, уже апогеи, уже 60 Мне выше тыла не нужно Мне 75 достаточно, в принципе Поэтому закладываемся еще ниже Ээээ, 90-то мне не надо уже 90 Слышь, движок, хорош 110, куда ты? Хотя я могу сделать его просто кривой Поэтому все нормально, так или иначе 140 Да Тихо-тихо-тихо, тормози Он нормально, кстати, управляемо Так, ну что ж С обито мы немножечко перегнули Но, в принципе, ничего страшного На самом деле все и так неплохо Сейчас мы ее скруглим Хотя нет, ну мы реально перегнули 170 мне не нужно У меня достаточно 110 Давайте вернемся и ляжем как-то покруче Чтобы так высоко не задиралось Потому что зачем? Лишнее топливо потом на торможение будем тратить Так Так, джеб шел вон А, джеба нет, нормально Поехали М Ага, это мое дворение такое Космодрома Так Так Поехали 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 Угу... 30 секунд, полёт нормальный Ступень пошла Хорошо Пришел на XR Все, синими девочками Видимо, как сказать В детстве XR не домечтал о Мальвине? Или наоборот перемечтал о Мальвине? Ооо, темное детство XR Да, да Или не темное Мальвинистое детство XR Да, да, да Мальвиновое детство XR, я бы сказал Один тест выполнили Совершенно верно Выполнили же Тут, оказывается, Мальвина Да, тест выполнили Ээээ, ну что Все теперь с XR понятно Так, ну что ж Теперь мне важно Не поднять свой апогей Больше чем На 110 км О чем О чем В смысле О чем другом мне можно думать Так, давай наклоняйся уже Какая Пока что он растет Довольно стремительно Я укладываюсь тоже стремительно Восемьдесят Восемьдесят Три Шесть Семь Восемьдесят Девять Я уже Девяносто пять Эээ, хватит расти Апогей, успокойся Хватит Сто пять, сто семь Хорош Сто тринадцать Все Успокоились Ну, нормально Сто Сто семнадцать Почти идеально Так, все Тогда, значит Мы, собственно Говоря Сейчас будем Выравнивать В смысле Скруглять орбиту Так, текущая высота У меня Шестьдесят Два Ну, собственно Можно дождаться выхода на Хотя можно и не дожидаться Выхода на Ну, хотя Я думаю Я уже вышел Да, уже в принципе Семьдесят, нормально Так Сначала Нужно сделать орбиту Пусть кривенькую Но все же орбиту Поэтому Жжем Хотя До нее еще десять Две минуты Нет, давайте чуть-чуть Давайте заевпрячемся И подлетим чуть-чуть Поближе к этому месту Так Когда останется Где-нибудь минуту Тогда и будем жечь Ну, пусть будет где-нибудь Полторы минуты Все Теперь жжем Жжем Эть Эть Такс Так Апогей почему-то растет Не нужно, чтобы он рос Тогда Вот так вот будем жечь Чтобы он не рос В идеале даже Чтобы уменьшался Не то чтобы сильно-сильно Но так Чтобы не рос По крайней мере Так Акпереди Нужно поднять до Хотя бы 75 На одном витке Мы все протестим Что мне нужно протестить Так Переапсис Вот он Минус 150 Нормально Так Так Акпереди 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 50 70 1 2 3 4 5 Стоп Отлично Так Все замечательно Дальше я Вот здесь Тестирую Декаплер Вот здесь Тестирую Штипера А потом будем ловить Кермана К тому же мне чувствует Тут придется Много витков сделать Пока я его поймаю Да еще мне и орбиты С ним скруглить Нужно будет тоже Поэтому собственно говоря Пока что просто мотаем Время Ждем пока Появим Окажемся на нужной высоте Так Мой Мой текущего Стоит никак не отображается Да Плохо Что включить Surface Info что ли Чисто чтобы Текущую высоту Смотреть Видимо да Сейчас 100 Так Вот она Уменьшается 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 80 Что то там Вот они все условия Есть Тестируем Стэк Декаплер Блин Почему не засчиталось Ладно Значит Тестируем Сначала Двигатель Потом Декаплер Так А двигатель Нужно тестировать На 90 км Видимо все таки Нужно не мышкой А пробелом Окей Да будет так Ладно Так Двигатель мне сюда Так Теперь ждем когда будет Будем на 90 90 91 Вот все условия выполнены О Теперь должно сработать Вот Замечательно Так Теперь соответственно Еще один виток Летим Пока опять не окажемся На меньше чем 82 А Так В общем Мне бы орбиту Больше чем у них Ну ладно Сейчас все это дело до тестим У меня с собой еще там 600 дельтв Этого Хватит Так Условия выполняйся Вот условия выполнилось Все норм Декаплер Да Да что такое Почему Или что Никак то Вот У меня еще один Все теперь улетел У меня там еще один есть Все нормально Я шаг 2 сделал Так все все нормально Так Ну И Транзмит какую нибудь Дату Не знаю пока Так сейчас Что у меня есть У меня есть крюрепорт Но нету крю Ну и пофиг Транзмит Засчитает Не защитцы считали Ну нормально То есть можно транзмитить Все что угодно Жальник миссии Спасти кибоната С гелецинтеческого орбита Ооо Миссия знает Долг в возвращениях Так Теперь мне нужно Сделать орбиту побольше Чтобы от него Отстать То есть вот здесь Вот себе сейчас Запланируем маневр На увеличение Слегонца апогея Ну где нибудь вот так Вот может быть Так это во первых Соответственно Сейчас прицелимся в ноду Инг Вот Ну и Так Где там мой Маневр Пленнер И скажем ему Так Так Экзеклит Некст Скажем Эть Это так Чтоб чисто не скучно было Так Соответственно Приподнимем апогей Сюрфейс инфо мне Больше не нужен Орбит инфо мне Ну ладно Пускай будет Вот 150 Нормально Потом и передей тоже Пойдем и будем ждать Пока Он нас догонит Так Пролетаем А Так у меня еще целая тысяча дельта Ну да Я же движок выкинул Без него то у меня всего побольше Все нормально Так тебя пока можно задать как цель Так ну и соответственно Видимо заодно углы подровняем Так Стоп Ну давайте здесь себе сделаем Так Нет Мне нужен Обычный Циркулайз Create And execute Вот так вот сразу сделаем Все Пусть скруглит Даже может быть и побольше поднимем Ну посмотрим сейчас как он будет меня догонять Какое у нас будет соотношение орбитальных скоростей Заодно угол выровняем Как только круглая орбита будет Тут же подровняем угол Так Замечательно Минус 1,4 градуса Есть там специальный маневр Change insulation например Так что там Минус 1 Так пофиг я сейчас руками запланирую Мне так проще Так соответственно Маневр наверх кажется Нужен будет Да? 0-9 06 Эть 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 Но как то так Так Эегзик. 요즘 н果ьоме Нокс нот В виде ската Это не скат, это брудлорд Да Окей, чуваки Брудлорды налетающие скаты Так, ну что ж, всё Теперь, собственно, ух ты, прикольно Как и кошка банёвру куда-то улетела Так, его орбитальная скорость Бурум-пум-пум Так, 2200 Моя 2100 Ооо, это будет очень долго Это будет очень долго Хотя 150 Докуда я могу время ускорить Ага Дальше не смогу, блин Но это будет очень долго Мы на целых четверть витка отстаём Давайте тогда сделаем таким образом Реально у меня дельтв же ещё много Целая тысяча Давайте, не знаю, там, поднимем себе ещё Может быть, вот Ну вот, вот, хотя бы Хотя бы Вот так вот, ебать на 150 В плюс Хотя это можно сделать из любого места В принципе, вообще пофиг Ну, то есть, собственно, просто Без всяких манёвр-пленнеров Прицелиться в прогрейт И газануть Ну вот, как-то так вот Мне кажется, будет хорошо Так, всё Летаем, крутим время Ждём, пока он нас догонит Ну, кстати, по-моему, я его сейчас за один оборот догоню Чё-то мне подсказывает Так То есть То есть То есть Что Как я могу это сделать Вообще Какой мне нужен манёвр Что реально Я его догоняю за один Красивенько Так Какой мне нужен манёвр Чтобы 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 Сюда Сюда Ага Так Какой там Манимальное Это расстояние Получается То Так 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 Много Наоборот Может быть Ещё немного туда Вот Так Так Мне нужен Манёвр Нод Эдитар Так Вот Сейчас будем выравнивать Чё тут Как Там Здесь Пусть будет Минус 78 Здесь Пусть будет Минус 18 И по единичке Будем Соответственно Подкручивать Куда-нибудь Туда-сюда Так Что с расстоянием С расстоянием Непонятно Чего Происходит Да Так Что здесь Будет С расстоянием Это хорошо У нас Или плохо Я чё-то Понять Никак Не могу Ну Расстояние Конечно Получается Не очень Клёвое И на самом Деле На самом Деле На самом Деле Было бы Даже лучше Наверное Если бы я Вот Прямо Оттуда Уже Начал Этот манёвр Что-то Я немножко Ступил Но Ладно Это я Будет Стоить Сотню У меня Ещё Девятьсот Так Что Я думаю Можно Экзекют Нэкснот Сейчас Сделаем А ведь Многие считают Джефф Читтер И ели Всё Которое Надо Придать Огню Во имя Святого Джабада И Кермана А Ну Вперёд Не вопрос Ну Собственно Когда Они будут В Двадцать пятый Раз Выходить На орбиту Или В пятьдесят Пятый Раз Её Скруглять Ну Есть люди Которым Нравятся Рутинные Операции Есть люди Которым Не очень Нравятся Так Ну Что Летим Тогда Крутим Время Крутим Время Где Нибудь На Подлёте Да Далековато Мы друг от друга Получаемся Блин Однако Так Чё делать Тогда 140 Километров До чувака Да Ну Давайте Попробуем Переключиться На Таргет Соответственно Так Таргет Вектор Противовектор Скорости И тупо Отормозиться Ну Например Полин Ну Пятьсот Ух Или Прям На Таргет Газануть Они Даже Перпендикулярны Замечательно Нет Давайте Лучше Я загружусь И Сделаю Манёвр Просто раньше На один Виток Так Вот Это я только Выхожу на орбиту Всё хорошо Это я только Выхожу на орбиту Соответственно Добавляю в себя Манёвр Так Высота У меня Текущая Ох Как много Окошек Так Node-editor Нафиг Orbit-info Вот он Surface-info Покажи мне Пожалуйста Спасибо Так Здесь Всё выполнено Что должно Было быть выполнено Да Осталось Два теста Прогнать Так Surface-info Значит Мне нужно будет Скруглить орбиту Я в принципе Уже вышел За её пределы Так что Целимся В ноду И газуем Скругляем Орбиту Так Можно Грохнуть Что ж ты делаешь, дурилка картонная, а? Взяла, уехала куда-то зачем-то Так, сейчас я лучше сам при помощи САС это дело настрою Тут ещё целая минута 50 секунд Ну давайте немножко подождём Не-будь тут там минута, когда останется, то и будем жечь Вот как-то так Поехали Так, нам нужно, чтобы наш апогей не рос Не рос, я сказал, вот как-то так вот Хотя, с другой стороны, если он вырастет, то ничего страшного не случится Потому что мне всё равно, так или иначе, нужно будет немножко отстать от Руби Чтобы он смог меня догнать Поэтому сейчас можно целиться просто в ProGrade Безо всяких Так, минус 70 Мне нужна высота в 75 хотя бы Так, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 50, есть Всё отлично Так, всё выключили Летим Ждём Выполнение условий Так, условия выполнены Стэк декаплер Ну я загрузился Потому что там один Ну иначе потом просто много витков Пришлось бы его ждать Я решил, что так будет лучше Так Вот, всё нормально Декаплер протестили Хорошо Следующим пунктом у нас идёт двигатель Двигатель на 91 Крутим время Крутим время Поднимаемся до 91 Есть Трестим двигатель Тест не пролучится Получится Замечательно Тест сработал Так, ну и дальше Собственно говоря Спокойно отстреливаем его нафиг За ненадобностью Вот, остаётся У нас маленькая Фигурочка Меньше полутора тонн веса Мы с 1200 дельтв в запасе И вот с этой самой фигуречкой Нам нужно прицелиться И попасть В рубе Чтобы нам прицелиться И попасть в рубе Я бы, наверное, сделал вот что Я бы, наверное, сначала Из апогея Скруглил бы орбиту Так, давайте сделаем Circulize Это next апоапсис Да, вполне устраивает Я, наверное, даже Ткнул аборт Нод экзекьюшн Когда Хотя уже достаточно Так Ты у нас летаешь на 115 Да 110 117 А у меня 120 120 Так Ну-ка в ретро грейд Пожалуйста Прицелься, чувак Сейчас мы чуть-чуть Впереди уменьшим Прям капельку Капельку Так вот То 100 Сколько там? До 110 Немножечко перегазовали Хотя нет Зря я это делаю Прямо сейчас Мне сначала нужно Угол выровнять Да Мне сначала нужно Выровнять угол Так Угол мы будем Выравнивать Видимо Так Ладно Я понял Давай сначала Circulize Сделай Где ты сделаешь Мне Circulize Да пофиг Господи Прицелься в ProGrade Все в нее сделал Конечно Сначала нужно Сделать круг Потом выровнять Эклиптики А потом уже Все остальное Так Стоп Стоп Перебор Ну ладно Пофиг Почти круглая 126 Сигня Так Все Теперь 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 Вы видим и здесь Вот Добавляем маневру Так 05 02 Как то так Так Execute Ну и соответственно Сейчас я тогда Перейдей подниму Не так сильно Апогей точнее Да Чтобы Ну потому что незачем Он так Меня за один виток догнал Есть Замечательно А вот Теперь Мы целимся В ProGrade Даем Немного Импульса Ну давайте До 100 Не знаю Там 190 Например Поднимем И хватит По большому счету Больше ничего не нужно Все Теперь Сейвимся И летаем Летаем Ждем Точнее Там я сейчас Даже чуть-чуть Опущу Перейдей В апогее Да Немножко И позволим Ему Меня догнать Почему-то Слово Execute Ассоциируется Только Словом Казнить Тогда у меня Для вас Плохие новости Все файлы С расширением Экз Под виндой Я в нас Единственное Чьей-то Казни Так Целимся В ретро Грейт Не Пытаемся Значит Здесь у тебя 110 Нам нужно Сделать У себя Тоже Перейдей В 110 Потихонечку Полегонечку Уменьшаем До Ну Как-то Так Все Летаем Ждем Это все С тех Погналиков Да Это Дарта Вайдера Так Расстояние До цели Дистанц Какой 700 Километров Так А на На следующем Витке Сколько Будет О На следующем Витке Будет Получше Замечательно Ну Может Быть Надо Было Чуть Чуть Побольше Поднять Так Видимо Сейчас За Два Витка Только С ним Встретимся Да У 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 Да Видимо Вот Еще Один Виток И Мы Как Раз С ним Встретимся Ну И Норм Вполне Канает Давайте Знаете Что Мы Сейчас Еще Сделаем Этот Транзмит Даты Какой Нибудь С Антенки Так Какой Нибудь Там Крю Репорт И Транзмит Есть У Есть Все Остался Последний Вот Сейчас Уже Отправил Спасибо Что Сказали Но Собственно Я Не забыл Так Еще Один Виток И Все Должно Быть Хорошо Я Даже Наверное Слегка Уменьшу Апогей В этот Виток Чтобы Следующий Был Еще Ровнее Вот Это Точно Нужно Сделать Так Ретро Грейд Прицеливай Меня Пожалуйста Спасибо И Слегка Жжем Так У меня Как бы Контракты И Зрители Которые Мне Очень Интересно Смотреть Как Бессмысленно Летаю Вот Да Вообще Кто-то Там Еще Небось Про Самолетики Будет Упоминать Так Вот 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 Мы Видим Да Мы Видим То Что У нас Здесь Цифра Уменьшается Уменьшается Вот Уже 60 Километров 50 40 30 20 19 17 15 10 9 8 7 6 5 4 3 2 Стоп Полкилометра Идеально Вообще Идеально Все Ф Пячемся Летим Так Там Полкилометра Здесь Тут 7 Километров Ну Полкилометра Конечно же Лучше Чем 7 Однозначно Можно ли Сделать Цифру Еще Лучше Фиг Знает Я думаю Полкилометра Это В принципе Вполне Годная Циферка Вообще Так Ну что ж Я думаю Где-то здесь Вот уже Можно и Останавливаться Так Дальше Мы Целимся В Противовектор Относительной Скорости Убираем Ее В Ноль Так Дальше Целимся В цель Добавляем Себе Скорости Ну Где-нибудь Может быть Сколько Там До Ни Так До него Еще Километр Скорость 30 Метров В секунду Ну Давай Может быть До 50 Хотя И так Норм Так Опять Противовектор Скорости Да 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 Окей Так Приближаемся Стремительно 300 Метров Да Оу Че-то Мы Слишком Стремительно Приближаемся Так Вот Теперь Уже Менее Стремительно Так 8 Так 3 Метра В секунду Метр В секунду Чуть 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 Пролетаем Мимо Но Сейчас Прицелимся Все будет Нормально Сейчас Будем Перпендикулярно Так Теперь Целимся В цель Снова Противовектор Скорости Ну По-моему Идеально Дальше Просто Выключаем Все Включаем Это самое Переключаемся Так Давайте Даже Повернемся Подходящей Стороной К нему Вот Люком Дальше Переключаемся На Кермана Включаем Jetpack Поворачиваемся И Плавненько Вниз Чуть Чуть Вниз Чуть Чуть Вверх Чуть Чуть Вправо Чуть Чуть Влево Плавненько Приближаемся К Тому Чему Нам Нужно Приблизиться Хватаемся Залазим Давайте Возьмем И в Репорт Заодно Раз уж Хотя он тут Бессмысленный Совершенно Так Отсюда Сделаем Там Не знаю Крю Репорт Например Тоже Бессмысленный Все Затранзмитим А какого хрена Он там делал Сам Это вопрос Не ко мне Вообще Не ко мне У меня Была задача Его спасти Видимо Да Вот Все Все контракты Выполнены Кроме того Что его Нужно вернуть Домой Не вижу С этим Никаких Сложностей О Мы сейчас Даже Давайте Мы сейчас Даже Сядем Приблизительно Около Нашего Космодрома Он же Здесь Здесь Так Включите Мне обратно Мой Advanced Sass Так Orbit Retrograde Я не знаю Хватит ли мне Зачем я Дельтава Статус Отключил Оу 800 Дельтава Может быть Хватит Кстати говоря Чтобы сесть Вот сюда Создать Белорус Дес trip Лобился Воскресенье Вечером Вы Лучше Покурите С друзьями мы бухаем на космодроме Я думаю, как-то так Даже может быть некоторый перебор Ну и все, летим Осталось при посадке разбомбить космодром Нет, я тут не учел вращение планеты Поэтому бомбить космодром не выйдет Она от меня увернется слегка Надеюсь, мы не впишемся в те горы Это нам периодически неплохо удавалось Так, к сожалению, это все придется отстрелить Хотя, наверное, нужно было просто взять с собой побольше парашют И тогда можно было бы и не отстреливать А так мы весим всего 2 тонны, в принципе Что-то я сейчас чувствую, прям в пик горы впишусь Хотя нет, вроде бы не должен Вроде бы не должен Ну ладно, придется все-таки отстрелить это дело Так, давайте мы прицелимся куда-нибудь вон туда вот Третья планета строителей, орбита 27 Типа того Дожжем топливо Отключим САС, вытянем ступень, раскроем парашют И спокойненько плюхнемся Ну, чуть-чуть не долетели, но в принципе на горизонте космодром уже был виден Так что все неплохо Так, все открылось, все нормально, снижаемся Да, сядем на бок, ну и пофиг Даже, наверное, выйти Хотя нет, выйти, наверное, сможем Пробы грунта взять тоже сможем Они нам в принципе нафиг не сдались, но все же Ну, там, да Все равно, раз уж мы здесь, чё бы ее не взять Ага, взять образцы и забыть, как раз напоминает тебе Спасибо Бум А то даже ничего не сломалось Стоп О, САС клевый стабилизатор Так, все Эвакуэйт Вы видели этот фейспаум планетой? Чувак, явно соскучился Ой, смотри, он Чувак, вставай, все хорошо Тебе понятно, как он оказался в открытом космосе один Он имит мысль Блин Да, 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 да Так, я его дальше обратно посажу Так, штука Ты, кстати, зафейлил спасение Почему? Я просто его еще в рес Louisiana сделал Ничего я не зафейлил, релакс А чё оно отрибается? Ты не поверишь Ааа, оно шистически еще как я даже могу съезд включить сейчас раскачаем ладно не будем раскачивать надо будет протестить обязательно это пожалуй будет до конца стрима чуваки вы уверены так и как его через space центр на только лишь смогу даст и тут в принципе это как бы недалеко ну как недалеко ну как-то ну в принципе ну вон она да вон она конца стрима будет если не до утра так ладно все река варнас отсюда ну теперь да теперь наверно уже самолётики о нормально 670 тысяч на входе было что-то по моему там по 200 где-то да или по 300 сейчас 670 нормально все и репутации далее и руби спасли и все отлично супер вообще можно сохраниться так это у меня давайте сделаем лод так а вон их он их сам как нумерую да но пусть будет 0 6 например давайте еще раз засеиваемся скажем что да он их сам все нормально то тогда все норм он их сам как-то записывает так науки 330 что у нас тут по контрактам фигня дешевая фигня дешевая фигня дешевая фигня дешевая фигня дешевая фигня филы же он сап орбитал траектории овер термин не настолько так пуделя это нужно наверное не знаю на чем этого нужно будет плюхнуть в в океан так тест small gear bay инфлайта вот это уже для самолетов скорее всего small gear bay так гидравлик детачмент мэйн фолд арбитинг тербин хрен вам пока что так ликвид филл энжен орбитинг тербин все это нужно на орбите протестить а я думаю все сразу то все как-то по очереди да по очереди но контракт неплохой как все таки там 80 ты 90 тысяч нормально так парашюты так рукамаксы что-то там дешево дешево тоже не очень ну ладно давайте собирать самолет чё так что мне для этого нужно наверное вот эта штука пригодится в полном составе и вот эта штука скорее всего тоже пригодится в полном составе наверное как считаете монет 240 я смогу взять только одну из тяжелых тех какая из этого какая из них это будет самолет который выйдет на орбиту для этого мне нужно его оборудовать либо гибридным движком либо двумя типами двигателей сразу для того чтобы сохранить как-то соосность тяги двигателей видимо придется ставить как минимум по две штуки два атмосферных и два соответственно космических на день не смотрится на вкус на эту науку возможно может быть стоит действительно смотреть на науку но по-моему она там как-то пропорционально деньгам или таки есть контракты которые стоят копеечных денег но много науки но посмотрим так 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 давайте реально глянем что там вообще из контрактов что они по науке дают 4 4 5 13 30 54 30 30 ну луна в сумме где-то 50 36 65 но это опять-таки протестить двигатель на орбите 65 протестить парашют вот вот это скорее всего 20000 и скорость всего ничего это как раз для самолета скорее всего задание так протестить еще какую-нибудь фигню на самом деле для всех вот этих вот тестовых штукенций мне кажется самолет будет самое то потому что он может на этих высотах поддерживать эту смешную скорость хотя вот это вот еще может быть в верхней пределе можно до двадцатки но в общем целом нужно чтобы собирать так что все-таки мне еще нужно для самолетов так самое выгодно это испытание частей на высотах в атмосфере возврат затрат на 75 на уровне 75 процентов можно использовать только солид бустера так три движка а ну кстати да может быть действительно три движка до согласен из гальду вполне себе вариант так ладно но не знаю что тогда брать то еще из и знал из этих самых ты не из контрактов из науки что еще взять что еще взять из науки из науки что еще взять она собственно без вариантов не нужно брать колесики по-любому да без них самолеты бессмысленные ноги нет термометр можно взять для научных исследований опять таки ну да пригодится по-любому так лесенки необязательны хотя с лесенками мы смогли бы тогда ну хотя нет куда-то садится я пока не готов кроме полосы подниматься опускаться значит мне тоже не пригодится шасси взял до шасси взял это действительно важно это я взял ну и поэтому все поэтому собираем из того что есть ну да так ну что ж урум-пурумпом так это я понимаю но в некоторых случаях на заданных высотах заданные скорости слишком малы для того чтобы переться туда на реактивные тяги смысле но на на ракетах поэтому проще подняться на самолете так на всякий случай купим благо дело бабла баблос позволяет вдруг пригодится так ну а нам на самом деле полегче выдает поменьше и круглый заодно а вот так мы видим и можем сделать двухместный самолет кстати говоря судя по всему да а нужен ли он еще такой вопрос хороший такс фюзеляж интейк что это за она тоже купить надо или это спереди должно быть не похоже а это вон он ты понял то все-таки вот так вот как-то а что ты интейк даешь деньг вера так и что дико 05 слабенько хотя тут у них у всех видимо по 05 до видимо да так ладно что тебе присобачить на нос тэйл коллектор что это за хрень тэйл коллектор не понял что это за фиговина если честно но возможно подойдет для носа а может быть нет по моему все-таки нет как там зажатым альтом крепится только в ноду да она явно вверх ногами и как-то не на месте это хвост окей а чё тогда на вас все нужно цеплять этот носов не вижу это что ли наверное все таки лучше взять другую астроносую кабину так ладно берем астроносую кабину соответственно поскольку для космоса мне достаточно одного двигателя скорее всего то есть тогда сюда цепляю топливный бак один из этих него двигатель тоже один вот так и канал экономичный вариант так соответственно дальше мне нужно топлива авиационная так и соответственно бассейн джет-энжин разумеется к чему там вас крепить вообще нужно так вот фюзеляж джет-фьюэл так и как то тут выглядишь как то похоже ну допустим какой-то монстр получается какой-то реально монстр получается так что даже не кратится замечательно а если мы тебя как-нибудь а вот так коннектишься круто конечно но непонятно все норм или не все норм подожди ты крылья и крыльев еще пока еще нету где крылья где крылья подожди еще не закончу сейчас что-нибудь сделаю потом буду делать крылья чё ну тогда тогда если у них давай тогда вот так вот сделаем вот просто вот так вот сюда вот один вот так вот бачок вот те вот у меня же нету блин я служила был ALEXANDER энendre носик самую прикольно а negócio у меня еду топливных шлангов и шасси шасси есть топливных шлагов нет сегодня Так, как быть тогда Да подожди ты, центр тяжести с подъемной силой Я пытаюсь пойти к двигателю и подключить, чтобы они топливо сосали Если я их просто к крыльям подключу Они же топливо сосать, небось, не будут, да? Скорее всего Так, эти у нас что делают? 120 тяги Может быть, тогда сделать по-другому А именно вот так вот Сначала вот этот бачок ткнуть Так, к нему вот этот вот Соответственно, с этим вот двигуном Так А сюда вот таких вот парочку Вот как-то вот Как-то вот так вот, например, вот Космобаку крылья, а прям в колонда по авиадвигу А нет, пошла бы не надо Ваше что-то таки Ага Так Так То есть эти двигатели могу прям в крылья воткнуть, да? Ага Ну это, собственно, ну это хорошо Тогда, значит, тогда возвращаем конструкцию Это сюда, это сюда, это сюда Это сюда Так, тогда, соответственно, фигачим крылья А в крыльях топливных баков То вроде бы нет Так Я фиг знает, что из всего этого мне понадобится Поэтому берем что-нибудь И будем что-нибудь пробовать как-нибудь Так Наверное, будем цеплять их, соответственно Нет Нет Так, сейчас Нет 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 Как тебя крутить-то Вот Так, сейчас Полетели Дымчик Типа вот этого, например, может быть А аха Что за две двери Ты Аха А Pit Значит вот эти, видимо Ту-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у Здоровые. Так. Так, как-то, да. Ну, ещё пониже можно присобачить. Так. О. Так, ну тогда эти, получается, нужны вообще не тут и не так. О, ладно, сейчас чувствую, все крылышки поизучаем, пооткрываем, для того, чтобы было хотя бы понятно, как вообще, из чего, что тут делать. Так. Тигр предлагает делать вертолёты из ракетных деталей. Первый инженер, что ли? Действительно. Так. Это ещё что за дверь? Ох. Хотя... А, о-о-о-о. Хм. Хм. Кстати, может, он даже лучше, чем эти двери. Сейчас попробуем. Эти треугольнички, походу, надо вешать на двери из торцов. Треугольнички вешать на двери из торцов. О-о-о-о-о-о. Набор слов. Да не то, чтобы набор слов. Просто как-то это не очевидно, если честно. Так, так, вот плоскость вроде бы одна. Чё-то какая-то хрень получается. Это чё такое? Элевон. Чё такое Элевон? Что такое? А, это Элевон. А, я понял. Это для хвостового оперения или что-то такого плана. Понятно. Смотрите, как в магазинах фигни в Звёздных войнах. Фигни в Звёздных войнах? Хэкс-финги, что ли? Уф. А, это будет летать? Я тут как-то раз когда-то от кого-то из чатиков словил файлик на тему теории, собственно, самолётостроения. И там, короче, есть определённая фишка в том, что крылья должны быть под определённым углом. То есть, либо расположены снизу, но загибаться вверх. Либо расположены сверху, но загибаться вниз так, чтобы у них центр тяги был соосен центру, ну, оси симметрии, центру масс фюзеляжа. Вот. Поэтому вот насчёт х-фингов я фиг знает, как оно получится и будет ли это хорошо. Плюс ко всему, всё-таки мне в крылья и фюзеляж нужно вставлять шасси. А значит, если у меня шасси будут в крыльях, которые слегка наклонены вверх, задние шасси, а передние будет под, ну, в самом фюзеляже, то самолёт, стоя на взлётной полосе, и будет иметь некоторый наклон носа вверх, что помогает при взлёте. Тут не настолько ретинамки проработано. А ещё в звёздных водах летали, значит, здесь полетели. А, это, конечно, аргумент, да, глупо спорить. А, когда рой, ты про бипланы забыл. Бипланы? О, блин, это что ещё за мандула такая? Ам, так, ладно, чё-то чувствую, что-то всё-таки что-то делаю, наверное, не так немножко. Так, значит, если мы... А, вот, кстати, небольшие прямоугольнички есть, да? Небольшие. Это, кстати, хорошо, что есть небольшие прямоугольники. То есть, я вообще не знаю, какая площадь крыльев мне нужна для подъёмной силы. То есть, этот движок есть. Те движки я повешу в крылья. То есть, их всего будет ещё три. Так, ну, собственно, что с этим делать мне в итоге? Так вот. Или ещё пониже, ещё пониже? Нет. Так, вот, допустим, да? Ну, может быть, конечно, не так сильно, но можно и так, мне кажется. Так, теперь сюда я хочу присобачить... Нет, не такое. А вот, ну, вот и ведь... Хотя нет, почему? Может быть, даже и такое. Это что такое? То, что воевается крылья, да? Там, там, на кашу, на охоте полёта. Это какое-то... О, господи! Не хочу даже понимать, что это. Это какая-то адская хреновина. Так. А, я понял, что тут можно сделать. Это можно подъедуть чуть вперёд. Эти можно скопировать. О! О! Чуть-чуть назад. Эти тоже чуть-чуть назад. Так. А сюда что-то, типа, вот в этом роде. О! Я, кажется, идеально придумал, как это всё подключить. Так. Только почему... Почему вы так странно крепитесь, чуваки? Нет, что-то как-то... Что-то, мне кажется, много крыльев. Слишком. А может, и так норм? Ну, предположим. Так. Так. Это самолёт с использованием системы аэродинамики КСП. Ага. Народ за него. Так. А ещё... Уф. Сиплана это летает для всяких движков. Силы огуречных... Так. Так. Мне вот... Только не... Чего или воды так забавно цепляются куда не надо вообще? Что за хрень? Так, а мне нужен хвостик. Какой-нибудь несложный хвостик. Ну, какой-нибудь такой вот, например. Взаимное расположение крыльев не имеет значения. Любимый ход на спину и поперёк. Важно, чтобы аэродинамический центр не оказался впереди центра МАЗ. Не сможешь удержать аппарат по курсу. Будет разворачиваться, как бомбинтонный моланг. Он у меня сейчас не... Ну, то есть сейчас они у меня почти ровные. А, ну я сейчас ещё добавлю сюда двигателей. И, соответственно, он окажется сзади. Так что всё норм. Ну, это я просто включил отображение всех и вся. Так, сейчас. Как их сюда поставить-то вообще? А тут движки крыльями не цепляются. Что я делаю, не так? Как движки крыльями процепить? Что-то тут всё-таки не то. Это не их свинг. Это тот самый имперский штурмовик. Так. Свинги были в форме буквы Х. Какой странно. Так. Что-то идёт не так. Почему-то я не могу сюда присобачить это дело. Тогда значит, получается, что всё-таки их нужно собачить к сузеляжам. Видимо, что-то они изменили. Всё же. Так. Так. Тогда что? Тогда это мы снимаем. Это мы тоже снимаем. Это мы тоже... Мы можем пока сюда поставить. Это отцепляем. Это отцепляем. Это подцепляем. Это подцепляем. Сюда вот. Можно даже ровненько. Патентуй свой жейвинг. Делаем как-то, видимо, так. А дальше будем, видимо, заклеивать её крылышками всяко-разными. Структурной детали, увы, маленького куба нету. Придумай что-нибудь. Фуджетив, ссылку твою... Я показала уже. Да, ссылка клёвая. Фуджетив, да, показывал её уже с Эппендерем. Ссылку. Так. Будет ли это работать вот так? Интересно знать. Или не будет? Так, где у меня центр тяги? О, нет, не центр тяги. Центр массы, центр подъёмной силы. Ага. Так, подъёмную силу нужно бы сдвинуть немного назад. И... Не, ну мне кажется, у меня просто мало подъёмной силы тут. Почему-то вот такое ощущение. Так. А что если я присобачу... Эм... Эти пока отцеплю. Присобачу сюда вот эти. Сначала. Так. Ну почему они на разной высоте? Ну как так получается? Я не догоняю, реально. А, вот они. Теперь на одинаковые. Вот, а потом присобачу сюда вот эти. Как-то. И с них сниму вот эти панельки. Например, вот. Вот как-то так вот, если оно будет, то что у меня получается? Ага. Так, центр массы чуть-чуть сзади. Так. Ого-го-го-го-го-го-го-го. Что я могу с этим сделать? Я могу чуть-чуть вперёд подъемнуть эти баки. Чуть назад хвост, вперёд, можно подъемнуть. Как минимум. Так, ладно. Так. Ага. И чуть-чуть вперёд эти баки. Ага. Ну, сильно ты их вперёд не подвинешь. Так. Ну, на самом деле, на самом деле. Ну, хотя же всё равно. Надо тогда чуть-чуть назад сдвинуть. А, ну, это можно, наверное, сделать, да? Наверное, это сделать можно. Если мы, например... Кстати, тут есть маленькие треугольнички какие-нибудь? А поменьше. Вот бы вот сюда какие-нибудь маханьких бы добавить. Бы. Каких-нибудь прям маханьких-маханьких. О, вот типа таких вот даже может быть. Только как вас сюда добавить-то, блин? Фуджетив, у меня вот эта вот ссылка, которую ты сейчас прислала, она как-то странно очень сэппинг что-нибудь. Неинтересно разбираться. Ну, в общем, слушайте. Ну, ты можешь посмотреть в браузере. Её не в ротчате, а в браузере. Не откнись. То же самое, ну, хрен знает. Неинтересно. То есть мне сейчас неохота с этим разбираться. Так. Вот так всё будет хорошо и ровно, но единственное, что меня смущает, то что вот эти вот фрагменты крыльев не крепятся к крыльям. Собственно. И вот это вот мне не очень нравится. И непонятно, как крепить элероны. Вот совсем непонятно вообще. Так. То есть как бы вот совсем непонятно, почему они так странно себя ведут. Что-то тут с высотой крепления намудрили прям вот по-саму и не балуйся. Может, конечно, вот так-то сделать, я не знаю. Ох ты ж, блин. Какие-то есть, смотрите. Какие-то. Что-то здесь. Какие-то есть. Так, колесики. В какую сторону они складываются, колесики? Давайте сразу сюда куда-нибудь подвесим. Вроде бы вперед складываются, да? О, нет, слишком большой угол. Сделаешь целиком Крымова в горизонтальной плоскости, строго в горизонте, со всеми рулями и так далее. Эээ, ну чё? Понял тебя, спасибо большое. Сейчас так и сделаю. Хорошо. Тема, согласен. Сейчас переделаем немножко. Так, ну эти в принципе нормально, что немного раскоряченные. Так и задумано. Сюда ещё одну по центру. Хотя даже, наверное, можно и вот так вот. Будешь под некоторым углом и пофиг, ничего страшного. Я надеюсь, что пофиг и ничего страшного. Нет, всё-таки не очень пофиг. Давайте обратно вернём. Будешь на фюзеляже. Так, ты посерединке же? Посерединке. Вот так вот лучше будет. Да, пожалуй. Так, хорошо. Значит, теперь сейчас будем собирать крыло тогда. Значит, берём тогда крыло. Одно. Строго горизонтальное. Ставим его вот сюда вот. К нему присобачиваем опять же строго горизонтальное. Или рон. Тоже в исходном положении. Так, как тебе тут правильно? Во! Во! Так, сюда же присобачиваем вот эту фигуру тоже в исходном положении. Так, как ты? Чё-то не присобачиваешься? О! Так. А теперь включаем симметрию. Берём наше крылышко. Ни хрена, чем его вон туда. Уфуфуфуфуф. Да, теперь я вот туда ещё и не поставлю. Нифига, да. Потому что, ладно, хорошо Вас понял, так, крыло сюда Бочки сюда Потом крылья вот сюда И Нет Я не знаю, как будет лучше Может быть так вот О, так А потом Соответственно Вот так вот Так, ну и проверим Чтобы у нас центр тяги с центром Массы, ну, практически совпадают Чуть-чуть, я бы даже назад Подвинул Так, единственное, что меня слегка смущает Это угол наклона Это нормально, что такое угол наклона У центра тяги Вообще, или как, или нет Или что это будет, почему Ну ладно, там разберемся Так, чуть-чуть Вперед бы центр массы, наверное Хотя не, нормально, в полете разберемся Норм или не очень Так А, ну и мне нужны интейки По-любому У меня пока вообще ни одного нет Давайте Что-нибудь куда-нибудь установим А вот сюда вот вперед никак, да? Ну ладно Пусть будет тогда Не знаю, что Сюда один вниз Или давайте два сверху присобачим Что, мне жалко, что ли Хоть вот так Вот Так Так, а сколько вообще тебе нужно Тогда интейков на каждый движок Я что-то вот так и не понял Так А, вот Интейк Air Нужен 1.4 В секунду О А эта хреновина Производит всего лишь 0.5 То есть мне их нужно 6 штук повесить Куда-нибудь Чтобы хватало Не вопрос Сейчас сделаем Смотреться будет ужасно Ну, кого волнует О Духовой оркестр Ну, как есть Духовой оркестр А это довольный хомяк со щеками Так Дальше Оу Я забыл самое главное Я забыл Асас модуль Я так чувствую, что его сюда лучше присобачить Чем не присобачивать В избежании, так сказать Колбасни всяко разной Это мне сейчас, разумеется, изменит развесовку Нужно будет опять что-то куда-то двигать Так, дальше Еще я сюда не поставил антенку А, наверное, не помешает Антенка А, и самое-то главное Блин, все, конечно, круто А Если мне нужно будет забирать кербонавта с орбиты То А на мне нужен Нужен здесь какой-то автоматический блок управления Беспилотный Ладно, пока ограничимся каким-нибудь самолетиком Так Так, антенку, антенку, антенку А у них сопротивление большое Лучше вдоль вектора тяги Вдоль вектора тяги А Какая разница Я же их, ну, симметрично поставил И ладно Что, антенку на самой На самую морду ему воткнем, пожалуй А? Смотри, вот что Сейчас Сейчас Так Вот, охрен, не хочет ставиться на нас Слово совсем Ну ладно, не хочешь ставиться на нас Будешь ставить где-нибудь вот здесь Около хвоста А ты-то его так назвал? Нет, он сам так называется Так А, вот это уже X-Wing Да, это уже похож Это уже похож Так Так, антенку мы поставили Термометр можно поставить Я так считаю Купить его сначала нужно Ну, видимо, там Солнечную батарейку Парочку даже может быть И какой-нибудь простенький аккумулятор Они у тебя будут вехо относительно не затормозить И будут тебе заказать Неваны, чё Понял Сейчас что-нибудь будем придумывать Так И что? А, и солнечная батарея О, господи Он сейчас сюда вот на плоскость налепим Ну да С ними ровно та же песня Их нужно было лепить до того, как я крыло нагнул Ладно Ладно, пофиг Прилепим тогда Вот сюда вот сверху Присобачим парочку Ну, как-то так, например Так, значит Тормозить буду, да? Так, хорошо Покажи мне мой вектор Тяги О, вектор вот Ну, у меня сейчас получается Вектор тяги выше, чем Так, ладно Если я какую-нибудь пару перецеплю вниз Например, чё-нибудь изменится вообще? Хоть что-нибудь? Ну, просто любопытно По-моему, ничего не поменялось, если честно То есть прям вот совсем ничего не поменялось Ну, короче Посмотрим Я не знаю, что из этого получится Но давайте проверим Мне даже интересно, что это будет вообще Так, это... Как это назвать? Конкурс названий Что это? Ваши варианты, господа Господа? Погляну, есть ли там что-нибудь В других Не, кроме искадвачи Никто меня не алло Ну, я ж вижу Нет, там по нулям Он бы не показывал Как это назвать? Турбо Какой нахрен турбо ты что? Не турбо, а трубо Турбо Турбодур, точно Турбодур Ну, как-то Турбодверь Да, вот, турбодверь вполне подходящий Название, на мой взгляд Ладно Попробуем Так Оу, я их не разнес по-разному А он катится? Стоять! Стоять! О! Так Так, значит Мне нужно разнести движки По разным ступенькам Да? И по-хорошему бы на них Кнопочки включения и выключения Какие-никакие сделать Давайте, наверное, сейчас вернусь И кнопочки сделаю Чтоб там один это один А два это два были Как-нибудь так вот Так, реверт То ангар Так, мне нужны Экшн гробс Так, значит Буковкой один У меня будет Так, буковкой один У меня будут Включаться Двигатели Авиационные И выключаться Двигатель космический Кнопкой два Наоборот Будет Включаться Двигатель космический И Выключаться Двигатели Авиационные Как-то так Вроде бы Сколько мы, кстати Весим Мы не узнаем Поскольку у нас нет Мехджеба А почему у нас нет Мехджеба? Как мы без Мехджеба? Мехджеб Маст хэв В любом случае Давайте присобачим Куда-нибудь Тоже сверху Все оборудование Будет сверху Так, ну что ж Попробуем Как наша Турбо-дверь Будет себя чувствовать Турбо-дверь Турбо-дверь Ты турбо-дверь? Да Так А, ступеньки не разнес Сейчас разнесу Тормоз в переднем колесе Отключи зал Тормоз в переднем О, да Согласен Это, пожалуй, будет полезно Так, эти движки сюда Вот Теперь уже точно То, что нужно А, я тормоз не отключил Блин Сейчас отключим Так Еще раз назад Так Ну, ссылка не работает Так Как его отключить? Дизейбл брейкс Вот так вот, видимо Есть Тэнкс Что, не мои часы? Не знаю, не хочется Ну, берем Сколько час у нас вообще Ага Понял Понял Так, ну ладно Вроде бы Вроде бы Все кажется К чему-то доготово Ух Ну, давайте Так, во-первых Эй, тормоза Так Проверяем Элероны Элероны вроде как работают Все причем Что неплохо Так, момент Тэкс Тэкс Ну что ж САС мы включили Не знаю, правда, зачем Странные эти трубы Давайте пока без него Трубы действительно странные Но, собственно Поехали Че Не, аксинал Так тоже нет Кажется, ему было наплевать На мои эти самые Или тяга слишком большая Или фиг его знает Наплевать на что? Ну что? А он сам сейчас Залетит? Я не знаю Чувак, взлетай, пожалуйста А может тебе нужно Что-то нажать? Пробел? Какой пробел? Почему тут пробел? Нет, нет, нет Что-то идет не так Почему-то он вообще Не хочет взлетать Так Так Так, что? САС нужно было Включить, что ли Может быть Может быть, кстати САС смогу меня поднять Ну, просто у меня Получается Или шасси Нужно пошире расставить Вариант Задрать Нос вверх Я понимаю Я пытался задрать Нос вверх Нос вверх Не задирался Ну, давай Это колесико Ниже опущу Просто-напросто Чтобы оно здесь вот было Вот Тогда, по идее Он должен будет Сам задираться Немножко Потому что Эта прямая Явно длиннее Чем эти косые Ну, должны быть По крайней мере Видимо, все-таки САС включить стоит Чтобы задирать нос У тебя задние колеса За элеронами Колеса за элеронами? И что? А в чем проблема? Какая разница? Колеса за элеронами И что? А рули добавить Горизонтальное Открыление Типа стабилизатора Надо есть Чего дальше От центра Вот видите Так Сейчас Да? Так На кончик носа Пару рулей А как они должны? А Типа как Еще одни крылышки Что ли? Да нет Мне кажется Это будет не очень Хорошая идея Давайте попробую так Просто АСАС еще включу Посмотрим Что получится Так Скорость 100 Давай взлетай Взлетай уже Слышь? Взлетай кому говорю Взлетай Взлетай Чувак Ну взлетай ты че? Эй чувак Не-не-не Ну че-то блин Ручник Че-то Так и ручник Я отключил ручник Лотни на самый кончик носа Пару руку Да мне уже сказали Но у вас странно Почему он так-то не хочет взлетать Непонятно вообще А тебе Либо Элерон Игриды еще ставят Либо колеса чуть вперед А эти колеса чуть вперед Ааа Я понял Кажется в чем дело Да-да Колеса сидим Надо чуть вперед Вы правы Вот так вот Даже еще и пошире их расставлю Раскоряка правда получается Ой нормально Ну Ну ладно Допустим нормально Хорошо дорогу держат Как Феррари Ну я подруливал Немножко А Элеронами управлять можешь? Могу С ними все нормально Я ж проверял Еще до того Как движки запустил Вот смотрите Включаю тормоза Вот сейчас уклон Как раз вполне хороший Вот рулю В одну сторону В другую сторону Все нормально Вот хвостовое оперение Тоже вполне себе послушно Все двигается Все хорошо То есть в чем дело Непонятно было Ну ладно Пробуем еще раз Да О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о Получилось Отлично И в воду бульк Какую в воду бульк? Ты че? Зачем мне в воду бульк? Слушай, нормально, летим Даже поворачивать как-то О, только нос немножко Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо Правда рулить тобой, видимо, не очень удобно А, ну, видимо, тобой нужно вот так вот рулить, скорее всего, да? Или... Ай-ти-ти-ти-ти Тихо-тихо-тихо-тихо Так, нос чуть-чуть вверх Так, вверх нос, так Вешал цемента на хвост подки Так Возьмотый пилот такой Пилот, да, пилоту хорошо Это я не спорю ни разу Так Ну, короче, нормально, на самом деле Надо только вот так Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, давай, выровняйся, во-первых Во-вторых, рулий хвостом, у тебя это неплохо получается Нос чуть-чуть вверх Так, доруливай, 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 давай Давайте теперь попробуем сесть Интересно ради То есть, да, летит, летит неплохо Скорость, правда, небольшая Всего 180, но я подозреваю, что если подняться повыше Кстати, может быть, тут нужно управление Кстати, вот точно управление, может быть А, вот он, капслок Вот, да, управление можно сделать помягче Давайте повыше куда-нибудь взлетим Кирпичный газ и в космос Ну, в принципе, что будет происходить у меня, во-первых, со скоростью Потому что сейчас она, несмотря на полную тягу Ну, хотя 180, в принципе Так, если мы уменьшим тягу Ну, нормально Пока, если будем круче вверх задираться Ладно, давай на полной тяге Нужно разобраться вообще с тем, как это работает Ага, ну, то есть, вот, он круче не поднимает Ну, хотя и так был неплохой, в принципе, так-то вот Как бы, между прочим Слушай, летим Летим Хе-хе-хе, летим Вэнди, I can fly Так, даже температуру можем померить И даже за транз... ну, давайте Поддержим у себя Клёво Хе-хе-хе Так, чё там, как скорость? Наслежиссия высота 5 А сколько у меня было пол-контракта? Ничего, я не брал контракта, я просто делал самолёт Просто делал самолет, чтобы понять, как делаются самолеты И можно ли сделать космоплан Так, ну скорость постепенно растет вместе со золотой, что неплохо Но летим мы, разумеется, как бы вот... А, ну да, мы еще и летим Не в ту сторону вообще Ну ладно, пофигу, давайте сейчас я попробую сесть Это я понимаю, что она растет Потому что, собственно говоря, плотность падает Я понял, окей Я понял, но я прямо сейчас не собираюсь далеко улетать Я прямо сейчас собираюсь сесть Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо Пешки на полную, пожалуйста Ну давай же ж Давай-давай-давай А тебе же нужно же тоже на взлетную Ну вот я и пытаюсь на взлетную, на посадочную как-то вот обратно вырулить Ну вон же она Нос-то вверх, пожалуйста, задери, чувак Оууу, что-то нос-то у меня проседает Проседает, что-то у меня, да, нос-то, видимо, перегружен или фиг знает Он реально проседает ниже авиагоризонта Так, они просто уже Уже, по-моему, пора поворачивать Идь Ну вот дальше ты что-то не поворачиваешь, чувак Давай-давай Поворачивай Нет, что-то реально у меня с этим самым не очень что-то С управляемостью Ну, что-то где-то там явно не так Так, давай уже выравнивайся Вон полоса носом вниз клюет При поворотах и вообще просто сам по себе клюет носом вниз Топливо из боковушек уходит Ну да, все правильно Откуда мы еще уходим? Все нормально, все так и задумано Так, что делать тогда? Вытаскивать центр масс выше, вперед Потому что он, в принципе, клюет немножко носом Видишь, он ровно не держит, несмотря на САС То есть держит, но с трудом Так, блин, надо будет А я так, я буду выжирать бак космический Тоже будут такие смещения центра тяжести Какая хрен разница-то Там полу меньше Да, нет, так же я его буду выжирать Так Давай, доворачивай так колеса Снижаемся Снижаемся Вроде бы ровненько заходим А у космического не идет смещения А у космического не идет смещение? Что это, а как он, интересно знать Так, что не идет смещение так 300 метров слишком высоко тиху 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 140 что-то не получилось слишком резко плюхнулся ладно сейчас от тестируем чисто посадку ну или давайте попробуем что-то сделать с развесовкой потому что фигня получается так вот у меня центр массы вот у меня центр тяги ну да он и так чуть-чуть смещен вперед то есть мне нужно смещать назад получается центр массы да нужно эти движки вот брать и сдвигать их назад вместе со своим топливом колеса прямо зачем как-то так вот у попрямее но все равно чтобы у меня нос был выше на взлете значит неудобно будет так вот может быть ну давай еще немножко вот у меня есть но их очень мало а как сделать больше рулей чтобы они подлиннее чтобы были тренки это очень хлипенькие рули или просто спереди реально рули еще добавить ну допустим но блин фигня получается хорошо если каких-нибудь вот этих вот правда что если вот этих добавить например спереди но у меня просто слишком большая скорость снижения было я просто убился полосу мне нужно было гораздо раньше скажем так эту скорость как-то выровнять что ли я буду сюда утру ли поставить я пока вообще делаю хотя бы что-нибудь чтобы взлетала и садилась до ссто я еще не дошел релакс пусть расшифруют что-то там сингл стоит что-то там короче хрень которая может летать взлетать как самолет лететь как ракета потом садится как самолет не отстреливая ни одну ступень эти гибрид ну собственно так гибрид по сути коль скоро в нем есть движки и те и другие так 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 у меня центр тяжести сильно сзади получился да что тогда у меня будет там я будет фактически проваливаться но чуть-чуть обратно сдвинем тогда эти самые трубочки так трубочки трубочки ну как то вот 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 так вот например вот как раз они будут садиться и потом посмотрим что получится так поехали может пишем не просто мало крыльев я не знаю для именно планирование но длинным 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 не знаю посмотрим так тормоза поехали микрофон не падай еще не взлете тормоза чувствую вообще тут ни о чем скорость сколько там 100 будет полетели ведь ух ты ж будешь мышку штучь ты куда же так резко а я сразу бы включить тихо 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 так колеса убрали так как слог вот теперь поплавнее будет так поворачиваем так 蛇pus enjoying missus это будет быстрее поворачиваем поворачивай скал плавненько нос можно и пониже чуть-чуть опустить да ну ну короче очень маневренный получился чуваки с очень маневренный Так, ну вот мы где-то тут пролетели Куда-то там, да, хотя бы так высоко мне не нужно Так Я тоже Но я к тому, что он очень бодренько реагирует На любые мои какие-то действия Так, ну что, попробуем зайти на полосу Что ли Во-первых, давайте проверим мертвую петлю, допустим Он сможет сделать, или как Нет, не может Хотя нет, кажется, может Ну, в принципе, может Ну да То есть, собственно Пофигу К высшему пилотажу способен Ну там всякие бочки, понятно Это как бы легко, да Что там еще там умеют наши самолеты делать Не, ну что-то, как-то он летит на самом деле Все неплохо Ну то есть не ужасно Так, что ж, давайте попробуем разворот сделать Ну и разворачивается довольно бодренько Но правда уходит в штопор при этом Тихо-тихо-тихо-тихо, чувак Не падаем, не падаем, не падаем Да, падает в штопор легко вообще На раз просто Хлебом не кормить Да и в штопор свалится, что называется Так, ладно Поворачиваем 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 Так, так Эть, эть Да ты ж пыш Кыш-мыш Ты ж пыш Давай, давай, давай Поворачивай, поворачивай, поворачивай 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 При этом желательно не падай Но поворачивай Ну да Есть некоторые проблемы с маневренностью Признаю Так На полусу я в этот заход пожалуй не зайду никак Ровно, по крайней мере Так Там море Нет, я хочу с суши зайти Так Это много или мало? Аааа Что происходит? Блин Так Нос пониже давай И поворачивай Да это ж... Шейтан, машинка, блин То есть в каких-то плоскостях у него с маневренностью все хорошо В каких-то других с маневренностью все ужасно Ах, хрен его знает У меня САС включен Сейчас нет, сейчас скорее наоборот Так, я улетаю все еще криво куда-то там, да Если я буду лететь ровно по горизонту И буду рулить чисто рулем А, то нормально, в принципе, но не очень Он нос задирает Теперь нос задирается Ух Ну, вот так вот, допустим, так же проканает, по идее, да? Должно канать же Такой вот плавненький поворот Ну, как-то, наверное, все-таки канает, я надеюсь Так, я там куда-то уже... Уже почти повернул Тихо, не срываемся в штопор Незачем нам это совсем Так, ну как-то что-то куда-то где-то Тихо, 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 тихо Так, так... Меньше тяги, а на какой скорости мне лететь, простите? Вот я уменьшил немножко тягу, и че? Так, все, теперь поворачиваемся Тихо, 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 поворачиваемся Я понял Ну почему меня заносит-то в обратную сторону? Из-за САСа, что ли? А, кстати, да, возможно, САС нужно отключать Так, шасси Так, снижаемся 1300, это многовато Мы еще как-то кривенько заходим Мне это не очень нравится Давайте подровняемся немного Так, ты могла бы за высотой следить? А что, сверху? За высотой сможешь следить? А, 8, 7 6 5 4 3 2 1 2 2 3 3 3 3 5 5 5 6 6 7 7 7 8 7 8 8 9 9 9 10 10 10 11 11 11 15 15 16 16 17 18 18 19 18 22 22 22 23 23 23 24 24 24 23 24 25 28 подвинул. Ладно. Так, крылья немного назад. Ну, как-то так. Вот вроде бы вообще все ровненько. Опять же, я понимаю, что они будут становиться легче, и что-то будет меняться. Ну, ладно, посмотрим. Может, за счет этих что-нибудь удастся. Они же рулят, я надеюсь. Они же тут не просто так торчат. Так. Не сомневаюсь. Рано или поздно. Так. 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 Для полета по коробочке погодный аэротрон используя наземные ориентиры для буксов. Совершение поворот. Хочется зайти на посреди земли. Угу. Знаете, еще что это за наземные ориентиры? Так, ну давайте попробуем сделать небольшой поворот. Если я могу просто наклониться. А если я буду ровно лететь, без наклона. Ну, как бы так он очень медленно поворачивает. Ну, ладно. Пусть некоторый наклон будет. Хрен с тобой. Постоянно компенсировать. Потому что при повороте у него ныряет вниз нос и меняется наклон. И главное, он потом сам берет и обратно выравнивает. То есть, если я отключу САС, что будет? Просто любопытно. Если у нас самолетов можно для того, чтобы у людей было бы больше рычага, то есть, если у них не будет там. Оу, без САСа вообще жопа. Пусть за ней. Без САСа я не буду летать. Без САСа, ты считаешь, ладно? САСа, я не буду летать. Аааа, когда? Ладно, либо сможете. Так. Давай я сейчас докуда-нибудь долечу, до какого-нибудь внятного места, а потом ты мне их прочитаешь. Вот так вот. Ага. Так, где там моя полоса вообще? А, я сейчас, скажем, слечу почти что параллельно ей. Хорошо. Не так высоко и не так низко. Да, блин. Ты можешь просто поворачивать. Безо всяких. Как-то так вот, например, да? Это мы куда-то летим. Нормально. Давайте повыше, может быть, слегка поднимемся. Ну, лететь-то мы летим. Допустим, да? Даже, может быть, приблизительно... Ну, нет, не параллельно полосе, конечно. Надо ближе к ней лететь. Давайте слегка наклонимся и будем лететь примерно в ту сторону. Ну, так он почти не поворачивает. Ну, зачем ты нос-то опускаешь при поворотах? Чувак, я тебя не понимаю. Честное слово. Или, может быть, вообще поворачивать не этим рулем, а... Чисто наклоном. Чувак, есть чётик, обратите на этого огурца. Он такой угадает. Огурцу хорошо. Тут мы понимаем, что у нас слишком короткая взлётная полоса. Сота почему-то падает. Опять слишком растёт. Должен, чтобы она слишком росла. Так, летим. Вроде бы неплохо. Но давайте действительно зайдём с каким-нибудь запасом. С запасом побольше зайдём. Угу. Так. Угу. Так, ну давайте сейчас попробуем повернуть вот таким вот образом. Ну, получилось, кажется, собственно говоря. Довольно резко, что неплохо. Теперь нужно, соответственно, еще раз успеть повернуть. Не прячься, пожалуйста, от меня, авиагоризонт. Где-то вот-вот сейчас. Нет, перебор некоторый. Тихо-тихо-тихо, давай еще немножко. Тихо, нет, нос вверх. Все нормально, так, сейчас все будет скоро хорошо. Вот сейчас. Ну, не очень ровно, но ладно. Сейчас, надеюсь, будет получше. Еще чуть-чуть, еще немного. И мы зайдем ровно на полосу. Я надеюсь, что у меня это получится с этого захода. Так. Ну, да господи, что ты не поворачиваешь-то такой. Ладно. Так. 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 Да то... Держи, шо-шо-шо-шо-шо-шо-шо-шо-шо-шо. Так. Ну, тх-хе-хе-хе. блин прийти и пьяного пилота ей богу и петли да вааа вааа нет в этот заход ни хрена не получится явно и пик надо уходить на еще один подать хоть попробуем пройти ровно над полосой да реально полоса очень маленькая потому что получится вдруг не не вряд ли вряд ли блин так 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 чем написали ну а это да это мы уже видели Так, для полёта по коробочке Вокруг городом Так, это понятно Так, для нас влёт Для того, чтобы у рулей был больше рычаг На центре лифта Ага Так, понятно Просто удлиняю фюзеляж Но просто удлиняю фюзеляж Я всё же смещаю вперёд центромассы Так или иначе Почти только так Это понятно Так Говорится, рад, что Не в господи Уплёт на планете могилка будет Так, инерцию не учитываешь Начинаешь поворот И уже пролетаешь А, нужно заранее Согласен Так, самолёт в этой Явно не к месту Зачем полный газ? Нож сам улетит Самолёт, а не ракета А я фиг знает На каком газу мне нужно лететь Посадку на авианосец Оу, ксенон Но я подозреваю, что там Система управления будет всё же не такая Как здесь Вот, поэтому не буду представлять себе авианосец Я смогу это сделать Так, с моревой скоростью мы вообще будем взлетать В принципе, на 100 метров в секунду уже взлетаем Вполне себе даже Так, ладно Давайте попробуем сделать так Вот, то есть, вот так Сейчас летим вот так Набираем какую-то высоту, да? А-а-а Да, потом делаем мёртвую петлю Вот так Давай-давай-давай-давай-давай-давай Вот, а потом вот так Ну, почти получилось Почти, но не совсем Ну ладно Такс 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 Ну, как-то Ну, да, неровно Неровно, согласен Ладно, давайте сделаем неполную тягу Какую-то мне нужно сделать не очень большую тягу Чтобы я чисто не падал Ну, например Теперь нужно отлететь на какое-то расстояние Высота особо большая не нужна А потом выровняться по полосе Как-то Ориентировать на местности тут найти трудно Поскольку местность вся уж очень однообразная Да, из кабины всё это выглядит не менее жутко Кажется, я немного падаю О, теперь уже не падаю Нет, просто моя высота уменьшалась Так Ну, отлечу, пожалуй, подальше Отлечу подальше, чтобы было время зайти получше Потому что полосу, в принципе, видно достаточно издалека На всякий случай напомню, что полоса строго на восток-завод А, хорошо Значит, можно будет строго по... Так, сейчас у меня курс какой? 225 Не вижу что-то на навигационном шарике Какой-то нос убери А, 270 Значит, там будет курс 90 Ага, ну здорово Ну, курс 90 это хорошо Осталось ещё, собственно говоря... Так, нет, не нужно набирать высоту Чтобы я был соосен В этой самой полосе На курсе 90 Так, ну что? Я достаточно улетел? Если на подлёте на курсе не 270 Ну, я понял Так, ну что ж Разворот Резкий, стремительный Ну, разворачивайся Разворачивайся, чувак Разворачивайся, да Разворачивайся, я тебе говорю Вот, как-то так Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо Ещё немного Видите? Вот этот нос вверх Так, немножко переборщил Но сейчас, я надеюсь, подровняемся Так, до полосы И на курс 270 На курс 90 нужно мне будет Собственно говоря Потихоньку, потихоньку Потихоньку, я думаю, уже Благо дело, инерция есть Так, так Так Да что ж тебя так колбасит-то Всё, вот Почти 90 курс Давайте ещё, наверное, уменьшим Чуть-чуть тягу Так Зато пока уменьшать рано Чуть-чуть тягу обратно Так, чуть-чуть подрулим А курс ровно 90 Сейчас, мне кажется, я идеально захожу Так Скоп Чтоб поплавнее было Так, шасси Высота 700 И уменьшается Отлично Если я чуть-чуть задеру нос 600 Так Вот Высоту перестали терять На самом деле Нужно терять её ещё немного Всё вроде бы нормально Так 500 Снижаемся Ну, чуть-чуть Неровно всё равно Но приблизительно Так 400 Слишком снижаемся Так 350 320 Ну, хотя бы ровно над полосой Пролететь уже будет Постижение Так 210 180 170 150 Может, даже и сядем 130 120 90 80 80 Глушим движки Ай, ты-ты-ты Зачем я это сделал? Тормоза Ноу Воду, воду, воду Так зачем же воду? Мне же тормозить надо Поворачивай Я не хочу воду Нет А, мне нужен тормозной парашют Я понял Фю 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 Мы сели Да, выкатились Заползу Он тут с тормозами Какая-то фигня И реверса нет Без реверса туго Но, в принципе, мы сели Так Овации в чатике Ага Парашют тормозной Долгать обратно О, Акандр появился Так Угу 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 Так Ну что, поедем в ангар теперь? Хе-хе-хе-хе Как-нибудь постараемся Давайте небольшую тягу Если можно Так, тормоза отключили Поворачиваем Это две трети А полосы С включенной тягой Полетела Две трети полосы С включенной тягой Все равно Тормоза медленные Давай-давай-давай Чувак Поворачивай Поворачивай Будем кататься По планете Да мне это в принципе Незачем Но так О Тихо-тихо-тихо Не-не-не Сильно разгоняться Не нужно Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо Без фанатизма 20 метров в секунду Достаточно Это да Так, я на полосу-то заеду Нормально все Колеса катят на своих приводах На них даже взлететь можно На панда А-а-а То есть медвежки Не обязательно Ну мы как-то едем Ну что, попробовать еще раз Залететь и сесть Давай Чтобы уж закрепить материал Надо доехать до начала полосы Видимо Топливо еще навалом Немножко прикрую А то что-то дует Дай мукам прохладно Так, с трудом заехали на полосу Ну как с трудом Нормально заехали на полосу Насчет колес, которые сами катят на своих приводах Ну может у них конечно есть какая-то тяга Но очень маленькая Давайте немножечко добавим Что там? Ну он пишет о контре Через пару дней увидишь Как Сафи запуливают на Еву 3000 тонн елку с крыльями Прикрыл поддувало Прикрыл поддувало Такс До начала полосы По-моему дальше чем до конца полосы Но мне плохо Да, когда на ней сидишь Она кажется очень маленькой В смысле очень широкой наоборот А вот когда на нее пытаешься сесть Она кажется какой-то вообще милипусенькой совсем Ну ладно, интересы ради Вот давайте там до чего-нибудь разгонимся И пытаемся затормозить За сколько меня затормозят мои тормоза Радостные Допустим вот там будет у меня, не знаю Там 50 метров в секунду Ладно, 30 Включили тормоза, отключили движки Ну медленно Медленно Реально, медленно Реально нужен тормозной парашют Потому что иначе фигня получается Но тогда еще нужна лесенка Чтобы можно было из кабины выйти Этот самый парашют тормозной Соответственно Запаковать обратно И поедете куда-нибудь еще Такс Да, джебу очень прикольно в кабине Джеб прям тащится и прется Так Катимся по инерции Все норм Сейчас там притормозим Развернемся Тормоза очень слабые Реально очень слабые тормоза Их очень легко срывает Грубо говоря Поэтому Разогнать двигатели Стоя на месте Нереально А где рулежные дорожки? Почему я должен развалчиваться Прямо на самой полосе? Что за фигня? Так Притормозим Так Ты решил покататься По Возвращение Нет Я решил еще раз Залететь и сесть Еще притормозим Ну а Слетать нужно Сначала полосы А не с середины Вдруг мне с середины Разгона не хватит Ну конечно При такой длине Он мог бы иметь Дугу поворота и поменьше Прямо скажем Для его-то скромных размеров Маленьких колесик Ну Тем более Ну ладно В принципе норм Можно и отсюда Стоп В Еву онлайн Его вообще Нельзя пускать Там что-то Маленькая Так Ладно Тестовый полет Сохранится что-ли Все нормально пока Да Горя пишет Нашел баг С крыльями маленькими Там скорость росла При смене на вертикале И на планере Без движков Разгонялся До двух махов И без Выходил на Рубита Без движков Вообще Ну не Я такими багами Не хочу пользоваться Так Ладно Шутки Как раз Тебя согрею Себя остужу Наоборот Да Мы тут Теплообменом занимаемся Так Ну Теперь По идее Нужно бы Ну во-первых Нет Все-таки Я бы просто Он просто еще раз сел Потому что Сейчас у меня Посадка получилась Ну так И она не очень Она больше случайно Получилась Чем Поэтому да Сейчас просто еще раз Взлетаем и садимся Мне кажется Так будет правильно Это точно Удохновение Да Так Движки на максимум Тормоза отключаем Поехали Как только скорость Сотка То взлетаем Полетели Полетели Что 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 вы хотели Этим сказать Я не знаю Что там было написано Что там было написано Что-то не понял Давай проведи Свой топливный шланг На стрим Куда я его Должен провести Мне тоже непонятно О чем речь Так Скорость мы не теряем Держим ее порядка 140 Высота потихонечку Растет Что неплохо Так Собственно Мы можем Поворачивать дальше Как-то так Приблизительно Так Да Сейчас у нас Курс 270 Все верно Сейчас в другой стадии Зачем я делаю так Что мне мешает Отлететь Развернуться Ну хотя Пофиг Ладно Нужно учиться Садиться по-разному Курс Ровно Сейчас сделаем 270 О Но все равно Он возвращается Обратно Зараза такая Курс 270 Высота Восота 500 Вот Отлично летим А теперь скажи Куда на этой самой И прицепишь Испытатель Дрыгать Через Не знаю Не знаю Вообще Реально Не знаю Я просто Самолет Тестил Самолет Не мой Я просто Его тестил Я просто Покататься Делала Да Да Я думаю Все таки Какую-то Набрать Стоит Хотя бы Для того Чтобы В маневрах Было куда Падать Если вдруг Что пойдет Не так Так Опять же Отлетаем Подальше Потому что Заход на полосу Для меня Почему у меня Орбитальная скорость Что за хрень Зачем она мне тут Это я сейчас Переключил Была орбитальная Вот 35 метров В секунду Зачем она мне Так Я не уверен Что у меня Хороший Планер Если честно Плюс Если что-то Пойдет Не так То я не уверен Что мне Маневренности Хватит Вот Поэтому Как бы Стремненько Ну что Будем От самых Гор Что ли Ну нормально Скорость 147 Как бы Больше не нужно И собственно Расход топлива Минимальный По-моему Там сейчас идет Непонятен Какой тут Расход топлива А вон нам Fuel Flow Что-то там Очень маленький Так Ну что Я достаточно далеко Улетел от полосы Вроде бы Да Она уже стала Размером в полтора пикселя Так Уменьшаем Скорость подъема Заваливаемся И делаем вот так Взююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю 180 сейчас в определенный момент сделаем курс 90 слушай, отдельная манера моей в идеале нужен господатель эстета из Дуфу, островного стажа в центре кучи на деталях из разных контрактов так сможешь у меня спрашивать контракты тихо-тихо-тихо, нос подними, пожалуйста, чувак нос подними нос подними нос подними и хватит падать фу-су-су-су-су-су-су-су тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо тихо-тихо-тихо-тихо давай поворачивай у тебя включен сас и капслок у меня включен сас и капслок ну, огурчику нравится огурчику-то нравится, я не спорю но как-то с резкими поворотами беда некоторая присутствует явно огурчику-то нравится, ему все нравится а он такой неприхотливый огурчик ну, не хотел бы я быть твоим пассажиром я бы тоже я хотел быть своим пассажиром, честно говоря вот, я кажется да тушь-тушь-тушь-тошь-тушь-тушь давай поворачивай вот-вот все, вот так вот уже все, хватит хватит, все больше никуда крутиться не нужно идем почти идеально да, идем вообще идеально по курсу лишь бы в полосу попадали а так курс идеален Так, мы, кажется, не совсем попадаем в полосу Но, да, не совсем попадаем в полосу Высота уже тысяча, так, колеса на всякий случай Так, радость моя, мне нужно, чтобы ты комментировала высоту Потому что я пытаюсь прицеливаться Восемь Сот Семьсот Шестьсот Пять Шестьсот Сто Пять Сто Сто Пять Да что ж я ГЭТО все время нажимаю-то, господи Тормоза, все, движки выключились Это, по-моему, идеальная посадка вообще Если бы я еще... Ну, сейчас остановлюсь, что скорость падает Все идеально вообще Так, я не слышу аплодисментов в салоне Фью Да, второй раз было гораздо лучше Кстати, это же еще и высота неправильная на самом деле Мне нужно смотреть Surface Info, чтобы видеть высоту верную До поверхности, а не просто так Фью Да, именно Арианс нормально сел Так, я вижу 25 плюсиков при 50 зрителях Нормальная ситуация, я так чувствую Кстати, еще больше плюсиков, богу плюсиков Да, в конце концов, посадка того стоила Где мы тут? Но мы же молодцы, правда? Ааа, в каком-то там подземелье вообще На три этажа ниже, чем Sims'ы Эх, не в моде нынче, ни космонавтика, ни авиация Ну и ладно Такс Да, Андроид, сам в шоке Ладно, сейчас третий раз Ну давайте теперь... А, ну мне полосы хватит на самом деле, чтобы взлететь Хватит же? Все, ты прорекламировал Sims'у Черт Где я тут? Хотя, я ровно на середине полосы Нет, может не хватить? Или хватит? Да ладно, хватит Как думаете, хватит, не хватит, чтобы взлететь? Ой, ну не хватит, в воду плюхнешься, перезагрузишься Ну не хотелось бы Я тут, понимаешь, летаю во все стороны А не хухер-мухер Ну ладно, давайте попробуем Топливо еще навалом Так, ну что, теперь нужно попытаться Взлететь куда-нибудь повыше Захват, захват А, захват, да-да-да, конечно, конечно, захват, да Давайте попробуем взлететь повыше Понять, можно ли на этом выйти на орбиту В принципе Ну да, драй Ну все нормально, с захватом сейчас уже все хорошо Должно быть, проверяем Да, все хорошо Так, это ты раньше Майнкрафт стримил, а потом тебя... Оу, нет, Ариан, с фармами меня не забирали Ну просто, как я, Майнкрафт постримил, а потом... Потом перестал стримить А потом еще стримил и его в том числе Так, попробуем Полная тяга Отключаем тормоза Да, я думаю, нормально взлетим 90, 100, отрыв Идеальный взлет Так, ну и нам по-хорошему бы на восток Но мы как раз туда и летим Собственно говоря, да Давайте наберем побольше высоту Опробуем виток сделать Посмотрим, что у нас получится вообще так По электричеству у нас все хорошо По монопропилену у нас его и не было Все норм Так, какова наша вообще максимальная высота Скороподъемность какова В принципе, неплохо идем Этот ракетный движок хуже других по экономности С чьей-то Очень он нормальный по экономности Все с ним хорошо Не надо мне тут заливать Еще круче можем подниматься? Скорость почти не падает Даже растет Значит, все хорошо Даже отлично местами Самолетные движки до 5 километров? Разве? Да ладно Вон они нормально работают Они, может, до 50 работают Это я бы еще понял А так все хорошо Так Может быть, даже тягу слегка уменьшим Чтобы они не захлебывались А то нам говорят, с воздухом проблемы будут Но 250 метров в секунду Нормально Высота растет Скорость не падает А наоборот только растет Все хорошо Неплохо идем В принципе, так-то вот 60-ка Скорость растет Все норм Паладин Других у меня пока не исследовано Поэтому будем исходить из того, что у меня есть Наберем максимально возможную скорость На этих А дальше включим вот этот Пока скорость растет И высота тоже Так что Все неплохо Тяга, правда, падает у них Факт Но скорость растет Уже 20-ка А, вот так тяга растет Так что Можно их не уменьшать Неплохо Само сложно Так Так И тут кажется У нас начались проблемы Осказал двигатель Ладно Сделаем Вот Что ты Что 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 ты делаешь Придурка Кусок Двигатель Выключить пожалуйста. Блин. А-а-а. Как двигать? Как тебя вырубить? Так. 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 Шатдаун. Так. Всё. Теперь а теперь тягу, пожалуйста. И вверх желательно. Да. Мы потеряли кучу скорости. Этот двигатель так себе, наверное, тащит в атмосфере. Скорее всего. Но как бы пофиг. Я не знаю, куда я сейчас хочу, но как бы мне бы на восток бы, но я по-хорошему лечу, кажется, совсем не туда. А вот всего 1600 Дель ТВ. А куда я лечу вообще? В носу, где у Байгановка. Да, лечу я вообще не туда совершенно, поэтому лучше вот так вот повернуться. Эть! Нужно вот туда вот. Вот туда вот. Вот туда вот, да. Да вот мне нужно приблизительно. О, ну он меня, похоже, не тянет. Да, я действительно падаю. Я реально падаю, он меня не тянет. То есть мне нужно что-то другое придумывать. То есть этого явно мало. Я лечу вниз, я понял. Высота у меня падает. Так, ладно. Так, активейт. Включаем движки обратно. Тягу на полную. Так, и что-то возвращаемся, что. Ой, один сломан. Я, кажется, на одном двигателе. В смысле сломанный. Эй, как это сломанный? Не-не-не, он просто еще не разогрелся. Все нормально. Сейчас он разогреется. Да, чувак. Давай, нос поднимай. Нос поднимай. Чувак, поднимай нос. Какая нахрен водичка? Нос поднимай. Давай, тащить. Фу. Давай, 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 давай. Так. Давай. Давай, 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 давай. Нужно ставить до 200. Ха-ха, отстрелевые крылья. Ха-ха-ха-ха. Тогда это не будет на составе, если я от него буду что-то отстреливать, понимаешь? Так, все, мы перестали падать, все нормально. Так, теперь нам нужно понять, куда мне нужно возвращаться. Да хватит. Нужно в воду. Нет, в воду я не хочу возвращаться. Так, куда мне? Мне нужно туда. Туда это куда? Туда это на... Куда мне вообще? Куда мне? Мне нужно... Так, здесь у меня курс был 270, да? Мне нужно создастся сейчас курс 90. То есть курс 90. Или, подожди, куда я сейчас лечу вообще? Куда я конкретно сейчас лечу? Я, по-моему, уже развернулся, не? Куда я лечу? Какое у меня направление движения? Кто мне объяснит, куда я лечу? Мне кажется, что я правильно лечу. И вон там у меня космодром, да? Нет? А теперь, глянь, сколько лишней массы в авиаблоках ты хотел стащить в космос. Тебе по критиктору не стыдно? Лишней массы в авиаблоках? А где тут ты видишь именно лишнюю массу? Какая-то тут масса, конечно же, есть. Но почему-то решил, что она лишняя. Так, такая гигантская высота мне точно не нужна. И я пока еще криво захожу на полосу. Ну, пока еще нет, но пытаюсь. Она где-то там впереди, поэтому сейчас мне нужно как-то выровняться. Но я пока не вижу, как именно, поэтому это сложно сделать. Поэтому давайте-ка я пока буду удержать курс 270. Мне об этом говорили. Но очень многие хотели, чтобы я делал самолеты. И тут из-за того, что детали имеют стоимость, то есть разница между тем, что именно ты возвращаешь из полета обратно. Если это возвращается всего лишь там какая-нибудь одна маленькая деталька, то, соответственно, ты не получаешь деньги за все прочие. Если только не сбрасывать их на парашютах. Но поскольку... Как сказать? Поскольку взлет у нас осуществляется на восток, а в эту сторону везде вода, то на парашютах прилетит совсем немного. Ну, то есть оно все утонет в тупую. Ксенон, я никак не собирался авиационное топливо юзать в вакуумы. У меня для вакуума есть ракетное топливо. А, я понял. Ты к тому, что этого много взял. А я фиг знает, как его меньше взять. Потому что двигатели только к этим бакам крепятся. Понимаешь? Так, ну куда-то я захожу. Но я не вижу пока полосу, потому что далеко. Но где-то туда, примерно в ту сторону я лечу. Наверное, можно. Но к ракетному топливу нужен еще окислитель. А для авиационного топлива воздух вокруг в качестве окислителя подходит. Так-то можно, конечно, все сделать на ракетном топливе only. Но это самое, как бы. Так, я бы перестал падать. Порядка двух тысяч высоты. Мне кажется, это норм. А, согласен. Но я не знал, сколько мне чего как. Это мой первый самолет. Так что пока я ничего не знаю. Пока все хорошо. Да. Инерционность у него, конечно, какая-то офигенная. Вроде поворачиваешь, он обратно поворачивает. Курс вроде бы верный, но полоса, по-моему, сильно правее. Что мне подсказывает. Полетаю, полетаю. Вот, вот, вот. Нет, сильно забирать не будем. Может, можно еще немножко тяги сбросить. Так. Я полосу не вижу все еще. Видимо, далеко улетел. Понимаю, что мне что-то пишут. Ладно, выравниваем сейчас обратно. Мой первый самолет летел вверх и сел в замуж на аэродром. Поздравляю. А мой нет. Ой, всего лишь залетел и сел три раза. Так, вон полосу. Я кажется, вижу полосу. Мне нужно еще чуть-чуть правее. Чуть-чуть буквально. И мне это удастся. Так, вон она полоса. Да, почти что хорошо. Надо, наверное, еще чуть-чуть правее. И мне это удастся. И мне это удастся. Нет, 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 нет. Так, все уже, кажется, можно и выравниваться. И снижаться. Кажется, идеальный заход. Так, шасси. Высота снижается. Вон ровно в полосу. Все хорошо. Давайте еще снизимся где-нибудь до двухсот. Да, вон она. Вижу, почти реально зашел вообще. Чуть-чуть правее. Точнее, как. Да нет, хорошо шел. Так, триста. Двести семьдесят. Слишком резко. Двести семьдесят. Нет, нормально. Нормально. Снижаемся, снижаемся, снижаемся. Так. Тихо, тихо. Никаких кренов. Ровненько заходим. Тихо, 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 тихо. Да не взлетаю я. Сложно следить за всеми показателями сразу. Чуть-чуть криво захожу. Самая малость. Вылечу. Надеюсь, что не сильно. Не, договоры не даю. Заторможу раньше. Есть дебридный двиг. Томатом отключается из-за... Я знаю, что тут есть дебридный двиг. Я его еще не исследовал. Так, в общем, что мы выяснили. В самолетостроении я нуб, но что-то летающее и садящееся сделать мне удалось. Это раз. Второе. Для того, чтобы это выходить на орбиту, мне нужен двигатель явно мощнее, чем вот этот вот. Потому что он один не справляется. Может быть, конечно, дело просто в лишнем... В лишних баках и лишнем топливе. Лишней массе. Соответственно. Но, может быть, все-таки дело в том, что его маловато. Потому что включать его нужно, получается, на высоте где-то тысяч двадцать. И скорости, ну, где-нибудь там, что-то типа триста-четыреста. Справится? Думаешь? Ну, фиг знает. Думаешь, еще раз... Ну, в принципе, топливо есть. Можно еще раз попробовать, конечно. Если прям хочется. Ну, давай попробую. Ну... А правильно это как? Поясните. Что значит правильно взлетишь? Орнень. Так, с 0.5 ТВР что-то слабо верится. А-а-а, ну да. Ну, 0.5. Ну да, мне тоже непонятно. Лишнее убери. На самолетных на орбиту выскочит по инерции. А что тут лишнее? Ивонками дожигал орбиту. Чу-чу-чу. Так, эй, тихо-тихо. Назад не катимся. Все, встали. Нормально. Перед полосой все хорошо. Так-с. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. 72,4 выходил на самолетных. Надо в атмосфере между 30 и 37 километрами загнаться до 2К. Ух ты ж, блин. Заправься, а то на обратку не хватит. Может быть и не хватит. Может быть вы правы. Ну, давайте тогда до полосы доедем. Да вот фиг знает. Так, ладно, сейчас давайте поспорим на всякие разные чуды, которые вытягивали. По-моему, это какая-то не эта версия. И мне непонятно, что тут за какие-то непонятно торчащие хридовины тут. Так. 18-я версия. Понятно. Так. Куча интейков. Понятно. Ну, куча интейков. Кучу интейков я не хочу вешать. Прямо, чтобы вот такую вот. Так, ну. Ладно, я думаю, что, наверное, все-таки. Наверное, все-таки 0.5 ТВРа действительно маловато. Разогнаться в атмосфере до нужной мне скорости я, похоже, тоже не смогу. Или давайте так. Давайте сейчас мы сделаем реверт. Или... А, не давайте... Нет, не будем делать реверт. Зачем? Сделаем просто рековер. Сейчас до полосы только доеду и сделаю себе рековер. Вот. С полосой он вроде бы должен быть бесплатным. Вот. Так, рековер. Что-нибудь дадут вообще? Ой, надо было Surface Sample с полосы взять. Хе-хе-хе. Ну, как минимум, что-то додали. Денег вернули обратно. Кроме топлива, собственно говоря. Ну, мы ничего не потеряли, как минимум. Такс. Ну, давайте посыпимся Так И что? И попробовать все-таки с полными баками Вылететь в атмосферу Или уменьшить количество топлива И вылететь в атмосферу Или сделать что-то еще И вылететь в атмосферу Какие вообще есть варианты Или Или 12 час и сегодня уже не будем пытаться Особенно если завтра рабочий день Ну, Робинзон, привет Пока что на моем счету Три удачных посадки Вот Вот это вот чудо Мой первый самолетик Три раза взлетел, три раза сел Я его попытался вывести на орбиту Но что-то пошло не так, не хватило, не вытянул То ли скорость набрал маленькую То ли слишком круто вверх уходил То ли фиг его знает что еще Но, в общем, не пошло Син, ну, за плюсик, конечно, спасибо Но все-таки завтра реально будний день А время уже все-таки 12 час Но в целом Эпохи авиастроения Ацепиента Начало положено Факт И, наверное, для спасения кербонавтов С орбиты Что-то вот похожее Можно будет применять Так или иначе Вот Может быть, его, конечно, РССными соплами Нужно будет еще снабдить Не знаю РССным-то фойл танком Или, может быть, движком помощнее Или, короче, не знаю Что тут еще можно будет В идеале Тут, конечно, ядерник должен стоять Он, конечно, будет тяжелее Но, с другой стороны, и че Зато по космосу будет хорошо летать Вот А так, пока что, наверное, на сегодня хватит Надеюсь В скором времени удастся Постримить еще Может быть, даже завтра Но там уж как получится А пока что всем спасибо Ставьте, смотрите Подписывайтесь Кто не успел, все будет на Ютубе И до новых встреч Поехали! 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 Продолжение следует...